Легко и уверенно, что живописная толпа оборванцев выла от восхищения, и всякий раз, как его опытный взгляд подмечал оплошность противника и молниеносный удар обрушивался на голову Гуга, рев и гогот кругом превращались в бурю. Через четверть часа Гуга, избитый, весь в синяках, безжалостно осыпаемый насмешками, с позором покинул поле битвы, а оставшегося целым и невредимым победителя буйная толпа подхватила и доставила на почетное место, рядом с атаманом, где он с подобающими церемониями был возведен в сан короля боевых петухов, его прежний унизительный титул был торжественно упразднен, и объявлено было, что всякий, кто осмелится этот прежний титул произнести, будет изгнан из шайки. Все попытки заставить короля приносить пользу шайки окончились неудачей, он упорно отказывался от всякого поручения, мало того, он все время думал о побеге. В первый же день его втолкнули в пустую кухню, он не только не похитил там ничего, но еще пытался позвать хозяев. Его отдали Меднику помогать в работе, он не стал работать, мало того, он грозился прибить Медника его же паильным прутом. В конце концов и Медник и Гуга только о том и заботились, как бы не дать мальчишке убежать. Он метал громы своего царственного гнева на всякого, кто пытался стиснить его свободу или заставить его служить шайке. Его послали под присмотром Гуга просить милостыню вместе с оборванной нищенкой и больным ребенком, но ничего не вышло, он не хотел просить милостыни ни для себя, ни для других. Так прошло несколько дней, невзгоды этой бродячей жизни, тупость, низость и пошлость ее мало-помалу становилась невыносимыми маленькому пленнику, и он уже начинал чувствовать, что избавление от ножа-отшельника было лишь временной отсрочкой смерти. Но по ночам, во сне, он забывал обо всем и снова выседал на троне властелином. За то, как ужасно бывало его пробуждение. Начиная с того времени, как его захватили, и до поединка с Гуга тяготы его унизительной жизни росли с каждым днем, и переносить их становилось все труднее и труднее. На другое утро после поединка Гуга проснулся, пылая местью к своему победителю, и стал замышлять против него всевозможные козни. У него созрело два плана. Один состоял в том, чтобы как можно больнее уязвить гордость и воображаемое королевское достоинство мальчика, а если этот план не удастся, взвалить на короля какое-нибудь преступление и потом придать его в руки неумолимого закона. Следуя своему первому плану, он задумал сделать поддельную язву на ноге короля, справедливо полагая, что это оскорбит и унизит его сверх всякой меры, а когда язва будет готова, он с помощью Кенти принудит короля сесть у дороги, показывать ее прохожим и просить подаяния. Для того чтобы сделать такую искусственную язву, приготовляли тесто из негошаны извести, мыло и ржавчины, накладывали эту смесь на ремень и крепко обвязывали ремнем ногу. От этого кожа очень быстро слезала, и вид обнажен. Нога мяса был ужасен, затем ногу натирали кровью, которая, высохнув, принимала отвратительный темно-бурый цвет. Больное место перевязывали грязными тряпками, но так, чтобы ужасная язва была видна и вызывала сострадание прохожих. Гуга сговорился с Медником, тем самым, которого король припугнул паэльным прутом, они повели мальчика будто бы на работу, но как только вышли в поле, повалили его на земь, Медник держал его, а Гуга крепко-накрепко привязывал к его ноге припарку. Король пришел в бешенство, он бушевал, грозился повесить обоих, как только вернет себе свою корону, но они крепко держали его, забавляясь его бессильными попытками вырваться, и хохотали над его угрозами. Между тем мазь начала быстро разъедать кожу, еще немного, и негодяи сделали бы свое дело, если бы им не помешали. Но им помешали, появился раб тот самый бродяга, который с таким жаром проклинал английские законы. Он разом положил конец мерзкой затеи, сорвав припарку с ноги короля. Король хотел взять у своего спасителя дубину и тут же на месте проучить своих недругов, но тот не позволил, чтобы не поднимать шума, а посоветовал отложить дело до ночи, когда вся шайка будет в сборе и никто из посторонних не помешает. Они все вместе вернулись в лагерь, и о случившемся было донесено атаману. Атаман выслушал, подумал и заявил, что короля не следует заставлять просить милостыню, потому что он, очевидно, предназначен к чему-то высшему и лучшему, и тут же на месте произвел его из нищих в воры. Гуга был вне себя от радости. Он уже пробовал заставить короля воровать, но потерпел неудачу, теперь, конечно, никаких затруднений не будет, ведь не посмеет же король ослушаться самого атамана. Он задумал в тот же день совершить кражу, рассчитывая предать короля во власть закона, при том сделать это так искусно, чтобы все вышло как бы случайно. Король боевых петухов был теперь общим любимцем, и бродяги, не питавшие особых симпатий к Гуга, обошлись бы с ним не слишком ласково, если бы тот вероломно предал мальчика общему врагу их, закону. И вот, выбрав подходящее время, Гуга привел свою жертву в соседний городок. Они медленно бродили по улицам, один из них зорко глядел по сторонам, выжидая удобные минуты, чтобы осуществить свой злобный замысел, другой также внимательно всматривался во все заколуки, чтобы при первой же возможности пуститься на утек и навсегда спастись от своего постыдного рабства. Обоим представлялись удобные случаи, но ни тот, ни другой не воспользовались ими, так как в глубине души оба решили на этот раз действовать наверняка, ни один не хотел рисковать, не убедившись заранее в удаче своего предприятия. Гуга посчастливилась первому, навстречу шла женщина с тяжело нагружанной корзинкой. У Гуга злорадно сверкнули глаза, и он сказал себе. «Издохнуть мне на этом месте, если я не взвалю это дело на тебя. А тогда, храни тебя Бог, король боевых петухов». Он стоял с виду спокойный, но внутренне страшно волнуясь, и ждал, чтобы женщина поравнялась с ними, тогда он тихонько сказал. «Погоди здесь, я сейчас вернусь», и украдкой пустился следом за женщиной. «Сердце короля наполнилось радостью. Теперь, если только Гуга отойдет достаточно далеко, можно будет убежать. Но надежде его не суждено было сбыться. Гуга незаметно подкрался к женщине сзади, выхватил из корзины узел и побежал назад, обмотав узел обрывком старого одеяла, висевшего у него на руке. Женщина подняла страшный крик, она не видела, как исчез узел, но тотчас же заметила кражу, потому что ее ноша вдруг стала легче. Гуга, не останавливаясь, сунул узел в руки королю. «Теперь беги за мной», — сказал он, и кричи. «Держи вора! Да смотри, старайся сбить их с толку». Через мгновение Гуга уже скрылся за углом и помчался, что есть духу по извилистой улице, а еще через минуту он опять вынырнул на глазах у всех с самым невинным и равнодушным лицом и остановился за деревом, наблюдая, что будет. Оскорбленный король швырнул узел на землю, одеяло раскрылось как раз в ту минуту, когда прибежала женщина, за которой уже следовала целая толпа, женщина схватила одной рукой короля за руку, а другой рукой свой узел и, высоко подняв его кверху, начала длинную речь, осыпая мальчика ругательствами и не отпуская его, как он не старался вырваться. Больше Гуга ничего не было нужно, враг его пойман Яна избежит кары. Он юркнул в переулок и побежал по направлению к лагерю, посмеиваясь торже. Ствуя, радуясь, он бежал и раздумывал, как бы правдоподобнее рассказать эту историю шайки. Король между тем отчаянно бился в сильных руках, крепко державших его, и раздраженно кричал. — Пусти меня, глупая женщина. Говорят тебе, это не я воровал. Очень нужна мне твоя жалкая рухлядь. Толпа окружила их, осыпая короля бранью и угрозами, здоровенный кузнец в кожаном фартуке, с засученными по локоть рукавами, подошел к нему, говоря, что нужно проучить его, но тут в воздухе сверкнула длинная шпага и упала плашмя на руку кузнеца, а диковинный владелец шпаги дружелюбно сказал. — Погодите, добрые люди, лучше действовать миром, без злобы, без ругани. Это дело не нам разбирать, а закону. — Выпусти мальчика, добрая женщина. Кузнец смерил взглядом статного воина и отошел прочь, ворча и потирая. Ушибленную руку, женщина неохотно выпустила маленького короля, зрители неприязненно косились на незнакомца, но благоразумно молчали. Король с горящими щеками и сверкающим взором бросился к своему избавителю. — Ты долго медлил, сэр Майлес, но теперь пришел во время. Повелеваю тебе, изруби эту толпу негодяев в куски. Глава 23. Принц арестован. Гиндон, с трудом подавив улыбку, наклонился к королю и шепнул ему на ухо. — Тише, тише, государь, не болтай лишнего, а еще лучше, совсем придержи язык. Положись на меня, и все пойдет хорошо. И подумал. — Сэр Майлес. Господи помилуй, я совсем и забыл, что я рыцарь. Удивительно, до чего крепко сидят у него в памяти все его странные и безумные фантазии. И хоть этот мой титул один пустой звук, все же мне лестно, что я заслужил его, пожалуй, больше чести быть достойным рыцарства в его царстве снов и теней, чем добиться ценой унижения графского титула в каком-нибудь настоящем царстве мира сего. Толпа расступилась, чтобы пропустить полицейского, полицейский подошел и положил руку на плечо короля. Но Гиндон сказал ему. — Тише, приятель, прими руку. Он пойдет послушно, я за него отвечаю. Иди вперед, а мы пойдем за тобою. Полицейский пошел вперед вместе с женщиной, которая несла корзинку. Майлес и король шли сзади, а за ними по пятам толпа народа. Король стал было упираться, но Гиндон шепнул ему. — Подумай, государь, твоими законами держится вся твоя королевская власть, если тот, от кого исходят законы, не уважает их сам, как же он может требовать, чтобы их уважали другие? По-видимому, один из этих законов нарушен, когда король снова взойдет на трон, ему, без сомнения, будет приятно вспомнить, что, находясь в положении частного человека, он, невзирая на свой королевский сан поступил, как подобает гражданину, и подчинился законам. Ты прав, ни слова более ты увидишь, что если король Англии налагает ермо законов на своих подданных, он и сам, очутившись в положении подданного, понесет это ермо. У судьи женщина подтвердила под присягой, что этот маленький арестант тот самый воришка, который ее обокрал, никто не мог опровергнуть ее, и все улики были против короля. Развязали узел, и когда в нем оказался жирный, откормленный поросенок, судья заволновался, а Гиндон побледнел и задрожал, только король в своем неведении остался спокойным. Судья зловеще медлил, потом обратился к женщине с вопросом. Во сколько ты оцениваешь твою собственность? В три шиллинга и восемь пенсов, ваша милость. Это самая добросовестная цена, я не могу сбавить ни одного пенни. Судья недовольно оглядел толпу, кивнул полицейскому и сказал. Очисти помещение и запри двери. Приказ был исполнен. В суде остались только два служителя закона, обвиняемый, обвинительница и Майлес Гиндон. Майлес был бледен, неподвижен, капли холодного пота выступили у него на лбу и покатились по лицу. Судья опять обратился к женщине и сказал ласково. Это бедный, невежественный мальчик, может быть голодный, потому что теперь такие трудные времена для бедняков, посмотри на него, у него лицо не злое, но с голоду мало ли что делают известно ли тебе, добрая женщина, что за кражу имущества стоимостью выше 13,5 пенсов виновный по закону, должен быть повешен. Маленький король широко открыл глаза от удивления, но сдержался и промолчал. Зато женщина вскочила на ноги, дрожа от страха и восклицая. Что же я наделала? Милосердный боже, да я вовсе не хочу, чтобы этот бедняк шел из-за меня на виселицу. Ах, избавьте меня от этого, ваша милость. Скажите, что мне делать? Судья, храня подобающие судье спокойствие, просто ответил. Без сомнения, можно сбавить цену, пока она еще не занесена в протокол ради бога, считайте, что поросенок стоит всего 8 пенсов. Слава тебе, Господи, что ты не дал принять на душу такой тяжелый грех. Майлос Гиндон на радостях совершенно забыл об этикете, он удивил короля и уязвил королевское достоинство, обняв его и расцеловав. Женщина поблагодарила и ушла, унося с собой поросенка, полицейский отворил ей дверь и вышел вслед за нею в сене. Судья записывал все происшедшие протокол. А Гиндону, который всегда был настороже, захотелось узнать, зачем это полицейский пошел вслед за женщиной, он потихоньку прокрался в темные сени и услыхал следующий разговор. Поросенок жирный и, верно, очень вкусный, покупаю его у тебя, вот тебе 8 пенсов. 8 пенсов. Вот чего захотел. Да он мне самой стоил 3 шиллинга и 8 пенсов, настоящей монетой последнего царствования, которую старый Гарри, что помер недавно, не успел отобрать себе. Фигу тебе за твои 8 пенсов. А, ты вот как заговорила. Да ведь ты под присягой показала, что поросенок стоит 8 пенсов. Значит ты дала ложную клятву. Иди со мной держать ответ за свое преступление. А мальчишку повесят. Ну, ну, будет тебе, добрый человек, молчи, я согласна. Давай сюда 8 пенсов, бери поросенка, только никому не рассказывай. Женщина ушла вся в слезах. Гиндон проскользнул назад, в комнату судьи, туда же вскоре вернулся и полицейский, спрятав в надежное место свою добычу. Судье еще некоторое время писал, затем прочел королю отечески мудрое и строгое наставление и приговорил его к кратковременному заключению в общей тюрьме, а затем к публичной порке плетьми. Удивленный король раскрыл рот для ответа и, по всей вероятности, отдал бы приказ обезглавить доброго судью тут же на месте, но Гиндон знаком предостерег его, и он сдержал себя вовремя. Гиндон взял его за руку, поклонился Су, Дье, и оба, под охраной полицейского, отправились в тюрьму. Как только они вышли на улицу, взбешенный монарх остановился, вырвал руку и воскликнул. «Глупец, неужели ты воображаешь, что я войду в общую тюрьму живым?» Гиндон наклонился к нему и сказал довольно резко. «Будешь ты мне верить или нет? Молчи и не ухудши дело опасными речами. Что Богу угодно, то и случится, ты ничего не можешь ни ускорить, ни отдалить, жди терпеливо, еще будет время горевать или радоваться, когда произойдет то, чему быть суждено». Глава 24. Побег. Короткий зимний день шел к концу. Улицы были пусты, лишь изредка попадались прохожие, да и те шагали торопливо, с озабоченным видом людей, желающих возможно скорее покончить дела и укрыться в уютных домах от пронизывающего ветра и надвигающихся сумерек. Они не глядели ни вправо, ни влево, они не обращали никакого внимания на наших путников, даже как будто не видели их. Эдуард VI спрашивал себя, случалось ли когда-нибудь, чтобы толпа смотрела на короля, шествующего в тюрьму, с таким великолепным равнодушием. Наконец полицейский дошел до совершенно пустой рыночной площади и стал пересекать ее. Дойдя до середины, Гиндон положил руку на плечо полицейского и шепнул ему. «Погоди минутку, добрый сэр. Нас никто не слышит. Мне нужно сказать тебе два слова. Мой долг запрещает мне разговаривать, сэр. Пожалуйста, не задерживай меня, скоро ночь. А все-таки погоди, потому что дело близко тебя касается. Отвернись на минутку и притворись, будто ты ничего не видишь, да и бедному мальчику убежать. Как ты смеешь предлагать мне это? Арестую тебя именем. Постой, не торопись. Поспешность никогда не приводит к добру». Гиндон понизил голос и шепнул на ухо полицейскому. «Поросенок, купленный тобою за восемь пенсов, может стоить тебе головы. Бедный полицейский, захваченный врасплох, сначала слова не мог выговорить, а потом начал грозить и ругаться. Но Гиндон спокойно и терпеливо ждал, пока он угомонится, затем сказал. «Ты мне понравился, приятель, мне не хотелось бы, чтобы ты попал в беду. Помни, что я все слышал, от слова до слова. Я сейчас докажу тебе это», и он повторил слово в слово весь разговор полицейского с женщиной в синях и прибавил. «Ну что, разве не так было дело? Разве я не могу, если понадобится, дать показания перед судьей?» В первую минуту полицейский немел от страха и досады, потом пришел в себя и с напускной развязностью возразил. «Ты делаешь из мухи слона, мне просто вздумалось подшутить над этой женщиной ради забавы. И поросенка ты оставил у себя ради забавы». Полицейский ответил торопливо. «Конечно, добрый господин. Говорят тебе, что это была шутка. Я начинаю тебе верить», — сказал Гиндон не то всерьез, не то в насмешку. «Так ты постой здесь немного, а я сбегаю, спрошу его милость судью, он ведь человек опытный, разбирается и в законах, и в шутках, и вон повернулся и пошел, договорив уже последние слова на ходу». Полицейский помедлил немного, потоптался на одном месте, выругался раза два, потом крикнул ему вдогонку. «Постой, добрый сэр, погоди минутку. Ты говоришь, судью спросишь. Да он на шутке туп, как чурбан. Пойди-ка лучше сюда, давай поговорим. Странное дело. Я, кажется, попал в историю, и все из-за невинной, необдуманной забавы. Я человек семейный, у меня жена, дети расуде же здраво, твоя милость, чего ты хочешь от меня? Только того, чтобы ты был слеп, нем и не двигался с места, пока не досчитаешь до ста тысяч, сказал Гиндон с таким видом, как будто просил о самой ничтожной услуге. Да, ведь я тогда пропащий человек, с отчаянием вскричал полицейский. Будь же рассудителен, мой добрый сэр, ведь ты же сам понимаешь, что-то была шутка и ничего больше. А если даже принимать ее всерьез, так и то за такую малость самое большее, чем я рискую, это получить нагоняя от судьи, он сделает. Мне выговор и посоветует никогда не повторять подобных дел. Это шутка, с ледяной торжественностью возразил Гиндон. Это твоя шутка носит в законе название, ты знаешь какое. Я этого не знал. Может быть, я был неосторожен. Мне и в голову не приходило, что это уже носит название, я думал, что я первый изобрел такую шутку. Да, она имеет название. В законах она называется Non Campus Mintis Lex Talianis Sic Transit Gloria Immundi. Ах, Господи! И наказание, смертная казнь! Господи, помилуй меня, грешного! Воспользовавшись преимуществом своего положения, зла употребив беспомощностью зависящего от тебя лица, ты захватил за бесценок чужую собственность стоимостью свыше тринадцати пенсов с половиной, а это в глазах закона есть умышленная недобросовестность, вероломство, превышение власти, эд хаминем икспергетис инсте и тускво, и наказание за это, смерть на виселице, без выкупа, пощады, покаяния и утешения религии. Поддержи меня, ради Бога, мой добрый сэр, ноги не держат меня. Жалься, избавь меня от погибели, и я стану к вам спиной и ничего не увижу и не услышу. Ладно. Наконец-то ты поумнел. А поросенка ты отдашь этой женщине. Отдам, непременно отдам. И никогда в жизни больше не дотронусь до поросенка, хотя бы сам архангел мне принес его с небес. Ступай, я ради тебя ослеп на оба глаза, я ничего не вижу. Я скажу, что ты силой вырвал у меня из рук осужденного. Дверь в тюрьме ветхая, плохая, я сам выломаю ее после полуночи. Выломай, добрая душа, худого от этого никому не будет. Судья сам жалеет. Бедного мальчика, он не станет проливать слезы и ломать тюремщику кости из-за того, что мальчик убежит. Глава 25. Гиндон Холл. Едва полицейский скрылся из виду, Гиндон попросил его величество поспешить за город и там ждать, пока он сходит в трактир и расплатится по счету. Полчаса спустя два друга уже весело трусили к востоку на жалких адрах Гиндона. Королю теперь было тепло и удобно, потому что он сбросил свои лохмотья и оделся в поношенное платье, купленное Гиндоном на лондонском мосту. Гиндон не хотел переутомлять мальчика, он полагал, что дорожная усталость, еда не во время и скудный сон будут вредно действовать на его расстроенный. Ум, тогда как покой и правильная жизнь, несомненно, ускорят выздоровление. Он жаждал увидеть своего маленького друга здоровым, жаждал освободить его мозг от болезненных видений и поэтому решил подвигаться к родному дому, из которого так давно был изгнан, не спеша, маленькими переходами, вместо того чтобы, повинуясь голосу своего нетерпения, скакать туда день и ночь. Проехав миль десять, наши путники добрались до большой деревни и остановились там на ночь в хорошем трактире. Между ними снова установились прежние отношения, во время обеда Гиндон стоял за стулом короля и прислуживал ему, вечером раздевал его и укладывал в постель, а сам ложился на полу у порога, закутавшись в одеяло. На другой день и еще на следующий они ехали медленно, беседуя о том, что с ними случилось после разлуки, и забавляя друг друга своими рассказами. Гиндон описал подробно свои странствования в поисках короля, рассказал, как Архангел водил его, словно дурака, по все.му лесу и в конце концов, убедившись, что от него не так-то легко отделаться, привел его опять в хижину. Тут старик пошел прямо в спальню и вышел оттуда шатаясь, с сокрушенными видом, говоря, что он рассчитывал застать мальчика уже дома, в постели, но не нашел его. Гиндон прождал в хижине целый день, но затем, потеряв всякую надежду на возвращение короля, снова отправился на поиски. А старый святоша действительно был очень огорчен, что Ваше Величество не вернулись к нему, сказал Гиндон, это было видно по его лицу. В этом я не сомневаюсь, сказал король и в свою очередь рассказал, что было с ним, выслушав его, Гиндон очень пожалел, что не убил Архангела. В последний день пути Гиндон был очень возбужден. Он болтал без умолку. Он говорил о своем старике-отце, о своем брате Артуре, приводил разные примеры их великодушия и благородства, с любовью рассказывал о своей Эдите, был так счастлив, что даже о Гю говорил по-братски, почти с нежностью. Он вслух мечтал о предстоящей встрече с родными, о том, какой неожиданностью будет его приезд в Гиндонский замок и какую бурю восторгов и радости он вызовет. Они ехали по красивой местности, мимо домиков и фруктовых садов, дорога шла через широкие пастбища, отлогие подъема и спуски напоминали морские волны. После полудня возвращающийся блудный сын все чаще отклонялся от своего пути, взбирался на какой-нибудь бугор и пытался разглядеть вдали крышу родного дома. Наконец он разглядел ее и взволнованно крикнул «Вот деревня, государь, а вот и замок с ней рядом. Отсюда видны башни, а вон тот лес, это парк моего отца. Теперь ты увидишь, что такое знатность и роскошь. В доме 70 комнат, подумай только, и 27 слуг. Не дурной дом для таких, как мы с тобой, а. Ну, торопись, я не в силах дольше сдерживать свое нетерпение». Но как они не торопились, было уже, больше трех часов, когда они доехали до деревни. Пока они проезжали через нее, Гиндон не умолкал ни на минуту. Вот и церковь, обвитая все тем же плющом. Все по-прежнему, ничего не изменилось. А вот гостиница «Старый красный лев», вот рыночная площадь, вот майский шест, вот водокачка, ничего не изменилось, кроме людей, конечно. За 10 лет люди должны измениться, некоторых я как будто узнаю, но меня не узнает никто. Так он болтал не переставая. Скоро они доехали до конца деревни и свернули на узкую извилистую дорогу, обнесенную с двух сторон высокими изгородями, быстро проскакали по ней с полмили, затем через огромные ворота на высоких каменных столбах, украшенных липными гербами, въехали в обширный парк. Перед ними было величественное здание. «Приветствую тебя в Гиндон-Холле, король», — воскликнул Майлос. «А, сегодня великий день. Мой отец, и мой брат, и леди Эдит, наверное, така безумие. Ют от радости, что на первых порах у них не будет ни глаз, ни ушей ни для кого, кроме меня, так что тебя, возможно, примут холодно. Но ты не обращай внимания, это скоро пройдет. Стоит мне сказать, что ты мой воспитанник, что я всей душой люблю тебя, и ты увидишь, они обнимут тебя ради Майлса Гиндона и навсегда дадут тебе приюты в своем доме и в своем сердце». Гиндон соскочил на землю подъезда, помог королю сойти, потом взял его за руку и поспешно вошел. Несколько ступенек ввели их в обширный покой. Гиндон торопливо и бесцеремонно усадил короля, а сам подбежал к молодому человеку, сидевшему за письменным столом у камина, где пылал яркий огонь. «Обними меня, Гю», — воскликнул он, и скажи, что ты рад моему возвращению. «Позови нашего отца, потому что родной дом для меня не дом, пока я не увижу его, не прикоснусь к его руке, не услышу снова его голоса». В первую минуту Гю не сумел скрыть своего удивления, но сразу же отпрянул назад и остановил на пришельце долгий и пристальный взор. Этот взор сначала был полон оскорбленного достоинства, затем изменился под влиянием какой-то мысли и выразил недоумение, смешанное с неподдельным или притворным участием. Потом он мягко произнес. «У тебя, по-видимому, голова не в порядке, бедный незнакомец ты, без сомнения, много страдал, и люди обходились с тобой неласково, это видно и по лицу твоему и по платью. За кого ты меня принимаешь? За кого я тебя принимаю? За того, кто ты есть. Я принимаю тебя за Гюгиндуна», — резко сказал Майлос. Тот продолжал так же мягко. «А себя ты кем воображаешь? Воображение тут ни при чем. Как будто ты не узнаешь во мне своего брата, Майлоса Гиндуна». Гюг, казалось, был радостно удивлен и воскликнул. «Как ты не шутишь? Разве мертвые оживают? Дай бог, чтобы это было так. Наш бедный пропавший мальчик вернулся в наше объятие после стольких лет жестокой разлуки. Ах, это слишком хорошо и поэтому не может быть правдой. Умоляю тебя, не шути со мною. Скорее идем к свету, дай мне рассмотреть тебя хорошенько». Он схватил Майлоса за руку, потащил его к окну и принялся его осматривать с ног до головы, пожирая глазами, поворачивая во все стороны и сам обходя вокруг, чтобы разглядеть его со всех сторон, а возвратившийся блудный сын, сияя радостью, улыбался, смеялся и кивал головой, приговаривая. «Смотри, брат, смотри, не бойся, ты не найдешь ни одной черты, которая не могла бы выдержать испытания. Разглядывай меня, сколько душе будет угодно, милый мой старый Гюг. Я в самом деле прежний Майлос, твой Майлос, которого, вы считали погибшим. Ах, сегодня великий день. Дай мне твою руку, дай поцеловать тебя в щеку. Я, кажется, умру от радости». Он собирался обнять брата, но Гюг отстранил его рукой, уныло опустил голову на грудь и с волнением сказал. «Боже милосердный, дай мне сил перенести это тяжкое разочарование». Майлос от удивления первую минуту не мог произнести ни слова, затем воскликнул. «Какое разочарование! Разве я не брат твой?» Гюг печально покачал головой и сказал. «Молю небо, чтобы это было так и чтобы другие глаза нашли сходство, которого не нахожу я. Увы. Боюсь, что письмо говорило жестокую правду. Какое письмо, полученное из заморских краев лет шесть или семь тому назад. В нем было сказано, что брат мой погиб в сражении. Это ложь. Позови отца, он узнает меня. Нельзя позвать того, кто умер. Умер. Голос Майлса зазвучал глухо, и губы его задрожали. «Мой отец умер. А, горькая весть. Радость моя отравлена. Пожалуйста, проводи меня к моему брату Артуру, он узнает меня, узнает и утешит. Он тоже умер. Боже, будь милостив ко мне, несчастному. Умерли, оба умерли. Достойные умерли, а я, недостойный, остался жить. Ах, пощади меня, не говори, что и леди Эдит умерла. Нет, она жива. Ну, слава богу. Теперь, счастлив. Поспеши же, брат, позови ее сюда ко мне. Если и она скажет, что я не я, но она этого не скажет, нет, нет, она узнает меня. Я глупец, что сомневаюсь в этом. Позови ее, позови и старых слуг, они тоже узнают меня. Все они умерли, кроме пятерых. Питера, Гелси, Дэвида, Бернарда и Маргарет. С этими словами Гю вышел из комнаты. Майлос подумал немного, потом начал ходить из угла в угол, бормоча про себя. Странное дело, пятеро мерзавцев живы, а 22 честных человека умерли. Он все ходил взад и вперед и бормотал про себя, он совершенно забыл о короле. Наконец его величество с неподдельным участием произнес слово, которое можно было, впрочем, принять за насмешку. Не огорчайся своей неудачей, бедный человек, есть и другие в этом мире, чья личность и чьи права остаются непризнанными. У тебя есть товарищ, понесастью. Ах, государь, воскликнул Гиндон, слегка покраснев, не осуждай меня хоть ты. Подожди, и ты увидишь. Я не обманщик, она сама это скажет, ты услышишь это из прелестнейших уст. Я обманщик. Да, ведь я знаю этот старый зал, эти портреты моих предков, как дитя знает свою детскую. Здесь я родился и вырос, государь, я говорю правду, я не стал бы обманывать тебя, и если никто другой мне не поверит, умоляю тебя, не сомневайся во мне хоть ты, я этого не вынесу. Я не сомневаюсь в тебе, сказал король с детской простотой и доверчивостью. Благодарю тебя от всей души, с жаром воскликнул Гиндон. Он был искренне растроган. А король прибавил так же просто. Ведь ты не сомневаешься во мне. Гиндону стало стыдно, и он обрадовался, когда вошел Гю и избавил его от необходимости ответить. Вслед за Гю вошла красивая дама, богато одетая, а за нею несколько слуг в ливреях. Дама шла медленно, опустив голову и глядя в пол лицо ее было невыразимо грустно. Майлес Гиндон бросился к ней, восклицая. А моя Эдит, дорогая моя. Но Гю спокойно отстранил его и сказал даме. Посмотрите на него, вы его знаете. При звуке голоса Майлса красавица слегка вздрогнула, щеки ее порозовели, теперь она дрожала всем телом. Долго стояла она неподвижно и тихо, потом медленно подняла голову и посмотрела прямо в глаза Гиндону испуганным, словно окаменевшим взглядом, капля за каплей вся кровь отлила от ее лица, и оно покрылось смертельной бледностью. Голосом, таким же мертвенным, как ее лицо, она сказала. Я не знаю его. Затем она повернулась, подавив стоя, и нетвердой поступью вышла из комнаты. Майлес Гиндон упал в кресло и закрыл лицо руками. Помолчав, брат его сказал слугам. Вот этот человек. Он вам известен. Они покачали головами. Тогда их господин сказал. Слуги не узнают вас, сэр. Боюсь, что это какое-то недоразумение. Вы видели, моя жена тоже не узнала вас. Твоя жена. В один миг Гю оказался прижатым к стене, и железная рука схватила его за горло. Ах ты, раб с лисьим сердцем. Теперь я все понимаю. Ты сам написал это лживое письмо, чтобы украсть у меня отцовское наследие и невесту. Получай. Теперь убирайся, пока я не замрал своей честной солдат. Руки убийством такой жалкой твари. Гю, весь багровый, задыхаясь, едва дошел до ближайшего кресла и повалился в него, приказав слугам схватить и связать разбойника. Слуги медлили. Один из них сказал. Он вооружен, сэр Гю, а мы безоружны. Вооружен. Так что же? Он один, а вас много. Говорят вам, вяжите его. Но Майлос посоветовал им быть осторожнее. Вы меня знаете, я какой был такой и остался. Попробуйте только ко мне подойти. Эти слова не прибавили храбрости слугам. Они папятились. Убирайтесь, трусы. Вооружитесь и охраняйте все выходы, покуда я пошлю кого-нибудь за стражей, сказал Гю. На пороге он обернулся к Майлосу и добавил. А вам советую не ухудшать своего положения бесполезными попытками к бегству. Бегство. Пусть это тебя не беспокоит. Майлос Гиндон, хозяин в Гиндонском замке и во всех его угодьях. Он здесь останется, не сомневайся. Глава 26. Не признан. Король посидел немного, подумал, потом посмотрел на Майлоса и сказал. Странно, чрезвычайно странно. Не понимаю, что это значит. Нисколько не странно, государь. Я, его знаю, от него другого и ждать нельзя, он был негодяем со дня рождения. А, я говорю не о нем, сэр Майлос. Не о нем так о чем же. Что тебе кажется странным? Что короля до сих пор не хватились как? Что такое? Я тебя не понимаю. Не понимаешь? Разве не кажется тебе удивительным, что по всей стране не рыщут гонцы, разыскивая меня, и не видно нигде объявлений с описанием моей особы? Разве можно не волноваться и не скорбеть, зная, что глава государства пропал бесследно? Что я скрылся и исчез? Совершенно верно, мой король. Я позабыл об этом. Гиндон вздохнул и пробормотал про себя. Бедный помешанный. Он все еще поглощен своей трогательной мечтой. Но у меня есть план, который поможет нам обоим восстановить свои права. Я напишу бумагу на трех языках, по-латыни, по-гречески и по-английски, а ты завтра утром скачи с ней в Лондон. Не отдавай никому, кроме моего дяди, лорда Гирдфорда, когда он увидит ее, он сразу узнает, что это писал я. Он пришлет за мною. Не лучше ли нам будет, мой принц, подождать здесь, пока я докажу свои права и вступлю во владение своими поместьями? Мне тогда будет гораздо удобнее. Король властно перебил его. Молчи. Что такое твои ничтожные поместья и твои жалкие интересы, когда дело идет о благе нации и неприкосновенности престола? И прибавил уже мягче, как бы сожалея о своей суровости. Повинуйся мне без боязни. Я восстановлю тебя в твоих правах. Я возвращу тебе все, что у тебя было, и даже увеличу твои владения. Я припомню твои услуги, и вознагражу тебя. С этими словами он взял перо и принялся за работу. Гиндон с любовью смотрел на него, говоря себе. Будь здесь темно, я мог бы подумать, что со мною действительно говорит король, когда он разгневан, он мечет грома и молнии, словно настоящий король. Где он этому научился? Вон он там царапает бессмысленные каракули, воображая, что это латинские и греческие слова. Если только мне не удастся придумать какую-нибудь хитрость, чтобы отвлечь его, мне придется завтра притвориться, будто я отправляюсь в путь исполнять его нелепое поручение. Через минуту мысли сэра Майлса уже вернулись к недавним событиям. Он был так поглощен своими думами, что, когда король подал ему исписанную бумагу, он взял ее и машинально положил в карман. Как она удивительно странно вела себя, Барматалон. Она как будто узнала меня, а как будто и не узнала. Я понимаю, одно противоречит другому, я не могу примирить этих мыслей и в то же время не могу отогнать ни ту ни другую. И не могу дать одной из них перевес на другой. Казалось бы, все так просто, она должна была узнать мое лицо, мой голос, могло ли быть иначе. А между тем она сказала, что не узнает меня, значит, она в самом деле меня не узнала, потому что она не умеет лгать. Постой, я, кажется, начинаю понимать. Может быть, он уговорил ее, заставил солгать, принудил силой. Да, загадка разгадана. У нее был такой вид, словно она чуть не умерла от страха, ну, конечно, она действовала по его принуждению. Я ее отыщу, я найду ее, теперь, когда его нет, она ничего не утоит от меня. Она припомнит былые времена, когда мы вместе играли детьми, это смягчит ее сердце, и она не станет больше лукавить, она признает меня. В ней нет вероломства, она всегда была честна и правдива. В те дни она любила меня. Это служит мне по рукой, кого любят, того не обманывают. Он поспешно направился к двери, но в то же мгновение дверь отворилась и вошла леди Эдит. Она была очень бледна, но шла твердой поступью, осанка ее была полна изящества и кроткого достоинства. А лицо по-прежнему было печально. Майлес кинулся к ней полной доверия, но она остановила его едва заметным жестом. Она села и попросила его тоже сесть. Этим она заставила его забыть, что они старые друзья, заставила его почувствовать себя чужим, гостем. Это было для него неожиданностью, и он от удивления так растерялся, что сам готов был усомниться, точно ли он тот, за кого выдает себя. Леди Эдит сказала. Сэр, я пришла предостеречь вас. Помешанных, кажется, нельзя убедить в том, что они ошибаются, но их можно уговорить, чтобы они избежали опасности. Я полагаю, вы верите в правдивость своих мечтаний, а значит, вы не преступник, но не говорите о своих заблуждениях здесь, так как это опасно. Она пристально посмотрела Майлсу в глаза, потом прибавила, подчеркивая слова. Это тем более опасно, что вы очень похожи на нашего бедного мальчика, Ка. Тарова уже нет в живых. Господи, сударыня, но ведь он и есть я. Я искренне верю, что вы это думаете, сэр. Я не сомневаюсь в вашей честности, я только предостерегаю вас. Мой муж полный хозяин во всей здешней местности, его власть почти безгранична, он может обогатить кого угодно и кого угодно разорить. Если бы вы не были похожи на человека, за которого вы даете себя, он, может быть, позволил бы вам спокойно тешиться вашей мечтой, но, верьте мне, я хорошо его знаю, я знаю, что он сделает, он скажет всем, что вы сумасшедший самозванец, и все будут вторить ему. Она снова устремила на Майлса пристальный взгляд и прибавила. Если бы вы на самом деле были Майлсом Гиндуном, и мой муж знал бы это, и знала бы вся округа, обдумайте мои слова и взвесьте их, вы подверглись бы той же опасности и точно так же. Не ушли бы от наказания, он отрекся бы от вас и донес бы на вас, и здесь не нашлось бы ни одного человека, у которого хватило бы смелости оказать вам поддержку. Этому я вполне верю, с горечью сказал Майлос. Если он имеет власть приказать человеку, который всю жизнь был моим другом, изменить мне и отречься от меня и друг этот его слушается, то тем более ему будут повиноваться те, кто не связан со мной узами преданности и дружбы, кто боится потерять кусок хлеба. Щеки леди Эдит слегка порозовели, она потупила глаза, но голос ее по-прежнему звучал твердо. Я вас предупредила и предупреждаю еще раз уезжайте отсюда. Иначе этот человек вас погубит. Это тиран, не знающий жалости. Я его раба, я это знаю. Бедный Майлос, и Артур, и мой милый опекун сэр Ричард освободились от него и спокойны, лучше бы вам быть с ними, чем остаться здесь, в когтях этого злодея. Ваши притязания, посягательства на его титул и богатство, вы напали на него в его собственном доме, и вы погибли, если останетесь тут. Уходите, не медлите. Если вам нужны деньги, прошу вас, возьмите этот кошелек и подкупите слуг, чтобы они пропустили вас. Послушайте меня, несчастный, и бегите, пока есть время. Майлос отстранил рукою протянутый ему кошелек и встал. «Исполните одну мою просьбу», — сказал он. «Посмотрите мне прямо в глаза, я хочу видеть, вынесете ли вы мой взгляд». «Так, теперь отвечайте мне, кто я». Майлос Гиндон. «Нет, я вас не знаю. Поклянитесь». Ответ прозвучал тихо, но отчетливо. Клянусь. «Невероятно». «Бегите. Зачем вы теряете драгоценное время? Бегите, спасайтесь». В эту минуту в комнату ворвались солдаты, и началась отчаянная борьба, но Гиндона скоро одолели и потащили прочь. Король тоже был схвачен, обоих связали и повели в тюрьму. Глава 27. В тюрьме. Все камеры были переполнены, и двух друзей приковали на цепь в большой комнате, где помещались обыкновенно мелкие преступники. Они были не одиноки, здесь же находилось еще около 20 скованных узников, молодых и старых, мужчин и женщин, буйная и неприглядная орава. Король горько жаловался на оскорбление его королевского «достоинства», но Гиндон был угрюм и молчалив, он был слишком потрясен. Он, блудный сын, вернулся домой, воображая, что все с ума сойдут от счастья, увидев его, и вдруг вместо радости – тюрьма. Случившееся было так не похоже на его ожидание, что он растерялся, он не знал даже, как смотреть на свое положение, считать ли его трагическим, или просто забавным. Он чувствовал себя, как человек, который вышел полюбоваться радугой и вместо того был сражен молнией. Но мало-помалу его спутанные мысли пришли в порядок, и тогда он стал размышлять об Эдит. Он обдумывал ее поведение, рассматривал его со всех сторон, но не мог придумать удовлетворительного объяснения. Узнала она его или не узнала. Этот трудный вопрос долго занимал его ум, в конце концов он пришел к убеждению, что она его узнала и отреклась от него из корыстных побуждений. Теперь он готов был осыпать ее проклятиями, но ее имя было так долго для него священным, что он не мог заставить себя оскорбить ее. Закутавшись в тюремное одеяло, изорванные и грязные, Гиндон и король провели тревожную ночь. За взятку тюремщик добыл водки для некоторых арестантов, и, конечно, это кончилось дракой, бранью, непристойными песнями. После полуночи один из арестантов напал на женщину, стал бить ее по голове кандалами, и только подоспевший тюремщик спас ее от смерти, он водворил мир, ударив по голове нападавшего. Тогда драка прекратилась, и те, кто не обращал внимания на стоны и жалобы обоих раненых, могли уснуть. В течение следующей недели дни и ночи проходили с томительным однообразием, днем появлялись люди и их лица были более или менее знакомы Гиндону, чтобы взглянуть на самозванца, отречься от него и надругаться над ним, а по ночам повторялись попойки и драки. Однако под конец кое-что изменилось. Однажды тюремщик ввел в камеру какого-то старика и сказал ему. Преступник в этой комнате. Асмот. И всех своими старыми глазами. Быть может ты узнаешь его. Гиндон поднял глаза и в первый раз за все время пребывания в тюрьме обрадовался. Он сказал себе. Это Блёк Эндрюс. Он всю жизнь служил семье моего отца, он добрый, честный человек, сердце у него хорошее. Но теперь честных людей совсем не осталось, все стали лжецы. Этот человек узнает меня и отречется от меня, как остальные. Старик обвел взглядом комнату, посмотрел в лицо каждого узника и, наконец, сказал. Я не вижу здесь никого, кроме низких негодяев, уличного сброда. Который он. Тюремщик засмеялся. Вот, сказал он. Вглядись хорошенько в этого большого зверя и скажи мне, что ты о нем думаешь. Старик подошел, долго и пристально смотрел на Гиндона, потом покачал головой и сказал. Нет, это не Гиндон и никогда Гиндоном не был. Правильно. Твои старые глаза еще хорошо видят. Будь я на месте сэра Гю, я взял бы этого паршивого пса и... Тюремщик встал на носки, как бы затягивая воображаемую петлю, и захрипел, словно задыхаясь. Старик злобно проговорил. Пусть благодарит Бога, если с ним не обойдутся еще хуже. Попадись мне в руки этот негодяй, я бы изжирил его живьем. Тюремщик захохотал злорадным смехом Гиены и сказал. Поболтай-ка с ним, старик. Все с ним болтают. Это тебя позабавит. С этими словами он повернулся и ушел. Старик упал на колени и зашептал. Слава Богу, ты вернулся, наконец, мой добрый господин. Я думал, что ты уже семь лет тому назад умер, а ты жив. Я узнал тебя с первого взгляда, трудно мне было притворяться и лгать, будто я не вижу тут никого, кроме мелких воров и мошенников. Я старый беден, сэр Майлес, но скажи одно слово, и я пойду и провозглашу правду, хотя бы меня удавили за это. Нет, сказал Гиндон, не надо. Ты только погубишь себя, а мне не поможешь. Но все-таки благодарю тебя, ты хоть от счастья возвратил мне мою утраченную веру в рот человеческий. Старый слуга был очень полезен королю и Гиндону, он заходил по нескольку раз в день, будто бы поглумиться над обманщиком, и всегда приносил что-нибудь вкусное, чтобы хоть немного скрасить убогую тюремную еду, кроме того, он со. общил текущие новости. Лакомства Гиндон приберегал для короля, без них его величества, пожалуй, не выжил бы, потому что был не в состоянии есть грубую, отвратительную пищу, приносимую тюремщиком. Чтобы не вызвать подозрений, Эндрюс принужден был приходить на короткое время, но каждый раз он ухитрялся сообщить что-нибудь новое, шепотом, чтобы его слышал только Гиндон, вслух же он лишь ругался. Так мало-помалу Майлес узнал историю своей семьи. Артур умер шесть лет тому назад. Эта утрата и отсутствие вестей о Майлеса сильно подорвали здоровье его отца. Ожидая скорой смерти, старик хотел непременно женить Гю на Эдит, но та все оттягивала свадьбу, надеясь на возвращение Майлеса. Тут-то и пришло известие о том, что Майлес умер, этот удар уложил в постель сэра Ричарда, старик решил, что конец его близок, и стал торопить со свадьбой. Гю, конечно, поддерживал его. Эдит выпросила еще месяц отсрочки, потом другой, наконец, третий. Их обвенчали у смертного адра сэра Ричарда. Брак оказался не из счастливых. Ходили слухи, что вскоре после свадьбы молодая нашла в бумагах мужа несколько черновиков рокового письма и обвинила его в гнусном подлоге, который ускорил их брак и смерть сэра Ричарда. Рассказы о жестоком обращении с леди Эдит и слугами переходили из уст в уста. После смерти отца сэр Гю сбросил маску и стал безжалостным деспотом для всех, кто жил в его владениях и сколько-нибудь зависел от него. Один из рассказов Эндрюса живо заинтересовал короля. Ходит слух, что король помешан. Но только, ради бога, не говорите, что слышали это от меня, потому что об этом запрещено говорить под страхом смертной казни. Его величество грозно взглянул на старика и сказал. Король не помешан, добрый человек, и лучше бы тебе заниматься своими делами, чем передавать мятежные слухи. Что он говорит, этот мальчик, спросил Эндрюс, пораженный таким резким и неожиданным нападением. Гиндон сделал ему знак, и старик не стал больше расспрашивать, а продолжал свой рассказ. Покойного короля будут хоронить в Виндзоре через два дня, 16-го, а 20-го новый будет короноваться в Вестминстере. Мне кажется, надо сначала найти его, пробормотал король, потом убежденно прибавил. Ну, об этом они позаботятся, и я тоже. Объясни мне, начал старик и запнулся, увидав знаки, которые делал ему Гиндон. Он снова принялся болтать. Сэр Гю тоже едет на коронацию и много ждет от нее. Он надеется вернуться домой пэром, потому что он в большой милости у лорда протектора. Какого лорда протектора, спросил король? Его милости герцога Саммерсадского. Какого герцога Саммерсадского? Как какого? У нас только один. Сэймор, граф Гиртфорд. Король сердито спросил. С каких это пор он герцог и лорд протектор? С последнего дня января. Скажи, пожалуйста, кто его возвел в это звание? Он самый верховный совет с помощью короля. Его величество вздрогнул, как ужаленный. Короля, вскрикнул он. Какого короля, добрый человек? Какого короля? Господи помилуй, что это такое с мальчиком? На этот вопрос ответить нетрудно, ведь король-то у нас только один, его величество, августейший монарх, король Эдуард VI, храни его бог. Да, молоденький у нас король, совсем мальчик, а какой добрый и ласковый. Не знаю, сумасшедший он или нет, говорят, он поправляется с каждым днем, но все в один голос хвалят его, все благословляют его и молят бога продлить дни его царствования, потому что он начал с доброго дела, помиловал герцога Норфолька, а теперь хочет отменить наиболее жестокие из законов, под игом которых страдает народ. Услышав эти вести, король онемел от изумления и так углубился в свои мрачные думы, что не слышал больше, о чем рассказывал старик. Он спрашивал себя, неужели этот король тот самый маленький нищий, которого он оставил тогда во дворце переодетым в свое платье. Это казалось ему невозможным, ведь если бы тот мальчик вздумал разыграть из себя принца Уэльского, речи манеры, тотчас выдали бы его, он был бы изгнан из дворца и все стали бы разыскивать настоящего принца. Неужели на его место посадили какого-нибудь отпрыска знатного рода? Нет, его дядя не допустил бы этого, он всемогущий мог бы расстроить, и наверное расстроил бы, такой заговор. Размышления короля не привели ни к чему, чем усерднее старался он разгадать эту тайну, тем больше она его смущала, чем упорнее он ломал себе голову над ней, тем сильнее болела у него голова и тем хуже он спал. Его нетерпелевое желание попасть в Лондон росло с каждым часом, и заключение становилось почти нестерпимым. Гиндон, как ни старался, не мог утешить короля, это лучше удалось двум женщинам, прикованным невдалеке от него. Их кроткие увещания возвратили мир его душе и научили его терпению. Он был им очень благодарен, искренне полюбил их и радовался тому, что они так ласково с ним. Он спросил, за что их посадили в тюрьму, и женщины ответили, за то, что они баптистки. Король улыбнулся и спросил, разве это такое преступление, за которое сажают в тюрьму? Вы огорчили меня, я, значит, скоро с вами расстанусь, так как вас не будут долго держать из-за таких пустяков. Женщины ничего не ответили, но лица их встревожили его. Он торопливо сказал, вы не отвечаете. Будьте добры, скажите мне, вам не грозит тяжелое наказание. Пожалуйста, скажите мне, что вам ничего не грозит. Женщины попытались переменить разговор, но король уже не мог успокоиться и продолжал спрашивать. Неужели вас будут бить плетьми? Нет, нет. Они не могут быть так жестоки. Скажите, что вас не тронут. Ведь не тронут. Не тронут, правда. Женщины, смущенные, измученные горем, не могли, однако, уклониться от ответа, и одна из них сказала голосом, прерывающимся от волнения. А добрая душа, твое участие раздирает нам сердце. Помоги нам, Боже, перенести наше это признание, перебил ее король. Значит, эти жестокосердые злодеи будут тебя бить плетьми. А, не плачь. Я не могу видеть твоих слез. Не теряй мужества, я во время верну себе свои права, чтобы избавить тебя от этого унижения, вот увидишь. Когда король проснулся утром, женщин уже не было. Они спасены, радостно воскликнул он и с грустью прибавил. Но горе мне, они так утешали меня. Каждая из женщин, уходя, приколола к его платью на память обрывок ленты. Король сказал, что навсегда сохранит этот подарок и скоро разыщет своих приятельниц, чтобы взять их под свою защиту. Как раз в эту минуту вошел тюремщик со своими помощниками и велел всех заключенных вывести на тюремный двор. Король был в восторге, такое счастье, наконец, увидеть голубое небо и подышать свежим воздухом. Он волновался и сердился на медлительность сторожей, но, наконец, пришел и его черед. Его отвязали от железного кольца у стены и велели ему вместе с Гиндоном следовать за другими. Квадратный двор был вымощен каменными плитами. Узники прошли под большой каменной аркой и выстроились в шеренгу, спиною к стене. Перед ними была протянута веревка, по бокам стояла стража. Утро было холодное, пасмурное, ночью выпал снежок, огромный двор был весь белый и от этой белизны казался еще более унылым. Временами зимний ветер врывался во двор и взмитал струйки снега. Посредине двора стояли две женщины, прикованные к столбам. Король сперва, го взгляда узнал в них своих приятельниц. Он содрогнулся и сказал себе. Увы, я ошибся, их не выпустили на свободу. Подумать только, что такие хорошие, добрые женщины должны отведать кнота. В Англии. Не в языческой стране, а в христианской Англии. Их будут бить плетью, а я, кого они утешали и с кем были так ласковы, должен смотреть на эту великую несправедливость. Это странно, так странно. Я, источник власти в этом обширном государстве, бессилен помочь им, но берегитесь, злодеи. Настанет день, когда я за все потребую ответа. За каждый удар, который вы нанесете сейчас, вы получите по сто ударов. Широкие ворота распахнулись, и ворвалась толпа горожан. Они окружили женщин и заслонили их от короля. Во двор вошел священник, протолкался сквозь толпу и тоже скрылся из вида. Король услышал какие-то вопросы и ответы, но ни слова не мог разобрать. Затем начались приготовления. Стража забегала, засуетилась, то исчезая в толпе, то вновь появляясь толпа мало-помалу. Смолкла, и водворилась глубокая тишина. Вдруг, по команде, толпа расступилась, и король увидел зрелище, от которого кровь застыла в его жилах. Вокруг женщин были наложены кучи хвороста и поленьев, и какой-то человек, стоя на коленях, разжигал костер. Женщины стояли, опустив голову на грудь и закрыв лицо руками, сучи уже потрескивали, желтые огоньки уже ползли кверху, и клубы голубого дыма стлались по ветру. Священник поднял руки к небу и начал читать молитву. Как раз в эту минуту в ворота вбежали две молоденькие девушки и с пронзительными воплями бросились к женщинам на костре. Стража сразу схватила их. Одну держали крепко, но другая вырвалась, она кричала, что хочет умереть вместе с матерью, и прежде чем ее успели остановить, она уже снова обхватила руками шею матери. Ее опять оттащили, платье на ней горело. Двое или трое держали ее, пылающий край платья оторвали и бросили в сторону, а девушка все билась, и вырывалась, и кричала, что теперь она останется одна на целом свете, и умоляла позволить ей умереть вместе с матерью. Обе девушки не переставали громко рыдать и рваться из рук сторожей, но вдруг раздирающий душу крик смертной муки заглушил все их вопли. Король отвел глаза от рыдающих девушек, посмотрел на костер, потом отвернулся, прижал побелевшее лицо к стене и уже не смотрел больше. Он говорил себе. «То, что я видел здесь, никогда не изгладится из моей памяти, я буду помнить это все дни моей жизни, а по ночам я буду видеть этого сне до самой смерти. Лучше бы я был слепым». Гиндон наблюдал за королем и с удовлетворением говорил себе. «Он заметно поправляется, он изменился, стал мягче. Прежде он, наверное, обрушился бы на тюремщиков, стал бы бушевать, кричать, что он король требовать, чтобы женщин освободили. Он скоро забудет свой бред, и его бедная голова станет опять здорова. Дай бог, чтобы скорее». В тот же день в тюрьму привезли на ночь несколько арестантов, которым предстояло на следующее утро отправиться в разные города, чтобы понести кару за свои преступления. Король долго беседовал с ними, он с самого начала решил расспрашивать узников, чтобы подготовить себя к своему будущему царствованию. Повесть их страданий терзала его сердце. В числе заключенных была бедная полоумная женщина, укравшая около двух ярдов сукна у ткача, ее за это приговорили к виселице. Другой арестант прежде обвинялся в том, что он украл лошадь, против него не было никаких улик, и он уже избавился было от петли, но не успели его выпустить, как опять арестовали за то, что он убил оленя в королевском парке, на этот раз вина его была доказана, и его ждала веревка. Больше всего расстроил и огорчил короля рассказ одного подмастерья. Этот юноша сообщил, что он однажды вечером нашел сокола, улетевшего от своего хозяина, и принес его домой, полагая, что имеет на это право. Но суд обвинил его в краже и приговорил к смертной казни. Взбешенный такой бищеловечностью, король умолял Гиндона бежать с ним из тюрьмы прямо в Вестминстер, чтобы он мог скорее вернуть себе престол, взойдя на трон, он тотчас же поднимет свой скипетр в защиту этих несчастных и спасет им жизнь. Бедный ребенок, вздыхал Гиндон. Эти горестные рассказы опять свели его с ума. А я то надеялся, что он скоро поправится. Среди арестантов был старый законник, человек с суровым лицом и непреклонной волей. Три года тому назад он написал памфлет против лорда-канцлера, обвиняя его в несправедливости, за это его приковали к позорному столбу, отрубили ему уши, исключили из адвокатского сословия, взыскали с него штраф в 3000 фунтов стерлингов и приговорили к тюремному заключению. Недавно он повторил свой проступок, и теперь ему должны были отрубить остаток ушей, взыскать с него 5000 фунтов стерлингов, выжечь ему клейма на обеих щеках и до конца жизни держать его в тюрьме. Это почетные рубцы, говорил он, откидывая назад седые волосы и показывая обрубки ушей. У короля глаза горели гневом. Он сказал, никто не верит мне, и ты не поверишь. Но все равно, через месяц ты будешь свободен, и самые законы, обесчастившие тебя и позорящие Англию, будут вычеркнуты из государственных актов. Свет плохо устроен, королям следовало бы время от времени на себе испытывать свои законы и учиться милосердию. Глава 28. Жертва. Тем временем Майло с порядком устал от тюрьмы и бездействия. Когда, на конец, наступил день суда, он был очень доволен и говорил себе, что обрадуется всякому приговору, лишь бы только его не осудили на дальнейшее заключение в тюрьме. Но он жестоко ошибся. Он пришел в бешенство, когда его признали буйным бродягой и приговорили к унизительному наказанию, он должен был в течение двух часов сидеть в колоде у позорного столба за оскорбление владельца Гиндонского замка. Когда он заявил на суде, что он родной брат оскорбленного и законный наследник всех титулов и земель покойного сэра Ричарда, к его словам отнеслись так презрительно, что даже не сочли их достойными рассмотрения. На пути к позорному столбу он бушевал и грозил, но это не помогало, полицейские грубо волокли его да еще по временам награждали тумаками за строптивость. Король не мог пробраться сквозь толпу. Он шел позади, далеко от своего друга и слуги. Самого короля тоже чуть было не приговорили к позорному столбу за дружбу с такой подозрительной личностью, но, ввиду его молодости, сделали ему надлежащее внушение и отпустили. Когда толпа, наконец, остановилась, он заметался, стараясь пробраться вперед, и после долгих трудов это ему удалось. У позорного столба, осыпаемой насмешками грубой черни, сидел несчастный рыцарь, личный телохранитель короля Англии. Эдуард на суде слышал приговор, но не вполне понял его значения. Гнев мальчика рос по мере того, как он начинал понимать всю глубину этого нового оскорбления, нанесенного его королевскому сану, он пришел в бешенство, когда увидел, как яйцо, пронесясь в воздухе, разбилось о щеку Гиндона, и услышал гогот толпы. Не помня себя от гнева, он подскочил к столбу и набросился на начальника. «Стыдись!» — крикнул он. «Это мой слуга! Выпусти его сейчас же!» — «Я замолчи!» — в ужасе воскликнул Гиндон. «Ты погубишь себя! Не обращай на него внимания, начальник!» — он сумасшедший! «Успокойся, добрый человек, я и не думаю обращать на него внимания, но я не прочь проучить его немного!» Полицейский обернулся к своему подчиненному и сказал. «Хлестни этого дурачка раза два плетью, научи его вежливости!» — всыпь ему полдюжины, — посоветовал сэр Гюк, подъехавший в эту минуту посмотреть на расправу. Короля схватили. Он даже не противился, так он был ошеломлен мыслью о чудовищном оскорблении, угрожавшем его священной особе. На страницах истории уже записан рассказ о наказании кнутом одного из английских королей. Эдуарду нестерпимо было думать, что он повторит эту позорную страницу. Но делать было нечего, и помощи ждать было неоткуда, приходилось или снести наказание, или молить об отмене его. Выбор трудный, перенести удары король сможет, но унизится до мольбы он не в си. — Лах! Однако Майлес Гиндон выручил его. — Отпустите ребенка, — взмалился он. — Бессердечные псы, разве вы не видите, какой он маленький и хрупкий? — Отпустите его, я беру его плети на себя. — Прекрасная мысль, — воскликнул сэр Гюк, и его лицо искривилось довольной усмешкой. — Отпустите попрошейку и всыпьте дюжину этому молодцу, досмотрите полную дюжину. Король хотел было спорить, но сэр Гюк сразу усмирил его. — Говори, говори, не стесняйся, — сказал он. — Но помни, что за каждое твое слово ему прибавят еще шесть ударов. Гиндона вынули из колоды и обнажили ему спину, когда плеть заходила по ней, бедный маленький король отвернулся и уже не удерживал слез, катившихся по его лицу. — Доброе, смелое сердце, — говорил он себе. — Это доказательство преданности никогда не изгладится из моей памяти. — Я не забуду им тоже придется вспомнить, — прибавил он гневно. Великодушие Гиндона все росло в его глазах, а вместе с тем росла и его благодарность к нему. Он сказал себе. Кто спасает своего государя от раны смерти, оказывает ему великую услугу. Он спас меня от смерти. Но это ничто, ничто в сравнении с этим подвигом. Он спас своего государя от позора. Гиндон переносил удары без крика, без стона, стойко, как солдат. Эта стойкость, а также то, что он взял на себя плети, предназначенные мальчику, невольно вызвали уважение даже в грубой и низкой черни, собравшейся поглазеть на любопытное зрелище, насмешки смолкли, и ничего не было слышно, кроме ударов бича. Когда Гиндона снова посадили в колоду, на площади, которую еще недавно наполнял оскорбительный шум, царило безмолвие. Король тихонько подошел к Гиндону и сказал ему на ухо. Не во власти королей отблагородить тебя, добрая, великая душа, так как тот, кто выше королей, уже создал тебя благородным, но король может возвеличить тебя перед людьми. Он поднял плеть, валившуюся на земле, слегка коснулся ею окровавленных плеч Гиндона и шепнул. Эдуард, король Англии, жалует тебя титулом графа. Гиндон был тронут, слезы потекли по его щекам, но в то же время он так живо чувствовал мрачный юмор своего положения, что едва мог удержаться от улыбки. Вознестись сразу, раздетым и окровавленным, от позорного столба на недосягаемую высоту графского достоинства, что может быть смешнее. Как мне везет, говорил он себе. Призрачный рыцарь царства снов и теней превратился теперь в призрачного графа, головокружительный взлет, оса. Бена для бисперых крыльев. Если так будет продолжаться дальше, меня скоро разукрасят, как майский шест, мишурными украшениями и призрачными почестями, но хоть они сами по себе и не имеют цены, я буду ценить в них любовь того, кто дарит меня имя. Лучше эти бедные, смешные почести, которыми меня осыпают нежданное и непрошено чистую рукою и от чистого сердца, чем настоящее, покупаемое унижением у завистливых и корыстных властей. Грозный сэр Гю повернул коня. Живая стена безмолвно расступилась перед ним и также безмолвно сомкнулась. По-прежнему было тихо, никто не решался ни слова произнести в защиту или в похвалу осужденному, но уже то, что не было слышно ни одной насмешки, само по себе служило данью уважения его мужеству. Запоздалый зритель, не присутствовавший при том, что происходило раньше, и вздумавший позубоскалить над осужденным и запустить в него дохлой кошкой, был сразу сбит с ног и вышвырнут вон, а затем снова наступила та же глубокая тишина. Глава 29. В Лондон. Очедев положенное время у позорного столба, Гиндон был освобожден и получил приказ выехать из этого округа и никогда больше не возвращаться в него. Ему вернули его шпагу, а также его мула и ослика. Он сел и поехал в сопровождении короля, толпа со спокойной почтительностью расступилась перед ними и, как только они уехали, разошлась. Гиндон скоро погрузился в свои мысли. Ему нужно было многое обдумать. Что ему делать? Куда направиться? Надо непременно отыскать влиятельного покровителя, иначе придется отказаться от наследства и позорно признать себя самозванцем. Но где же можно рассчитывать найти такого влиятельного покровителя? Вот вопрос. У него мелькнула в голове мысль, которая мало-помалу превратилась в надежду, очень слабую, но все же такую, о которой стоило подумать за неимением другой. Рыцарь вспомнил, что ему говорил старый Эндрюс о доброте юного короля и его великодушном заступничестве за обиженных и несчастных. Не попытаться ли проникнуть к нему и попросить у него справедливости? Да, но разве такого бедняка допустят ко в густейшей особе монарха? Ну да все равно, пока нечего тужить, еще будет время об этом подумать. Гиндон был старый солдат, находчивый и изобретательный, без сомнения, когда дойдет до дела, он придумает средства. А теперь надо ехать в столицу. Быть может, за него вступится старый друг его отца, сэр Гимфри Марла, добрый старый сэр Гимфри главный заведующий кухней покойного короля, или конюшнями, или чем-то в этом роде. Майлос не мог с точностью припомнить, чем именно. Теперь, когда нужно было сосредоточить все свои силы, когда явилась определенная цель, уныние, омрачавший его, дух, рассеялось. Он поднял голову и огляделся вокруг. Он даже удивился, как много они проехали, деревня осталась далеко позади. Король трусил за ним на осле, повесив голову, он тоже был углублен в свои мысли и планы. Грустное предчувствие омрачило только что на родившуюся радость Гиндона, захочет ли мальчик вернуться в город, где всю свою недолгую жизнь он не знал ничего, кроме голода, обид и побоев. Надо спросить его, все равно этого не избежать. Гиндон придержал мула и крикнул. Я позабыл спросить тебя, куда ехать? Приказовый, государь. В Лондон. Гиндон двинулся дальше, очень довольный, но удивленный ответом. Всю дорогу они ехали без всяких приключений. Но под конец без приключения все-таки не обошлось. Около 10 часов вечера 19 февраля они, въехали на лондонский мост и очутились в гущевающей, гарлонящей, гагочущей толпы, красные, развеселые от пива лица блестели при свете множества факелов. Как раз в ту минуту, когда путешественники въезжали в ворота перед мостом, сверху сорвалась разложившаяся голова какого-то бывшего герцога или другого вельможи и ударившийся локоть Гиндона, отскочила в толпу. Вот как недолговечные дела рук человеческих прошло всего три недели со дня смерти доброго короля Генриха, не прошло и трех суток со дня его похорон, а благородные украшения, которые он так старательно выбирал для своего великолепного моста между первыми лицами в государстве, уже начали падать какой-то горожанин, споткнувшийся об упавшую голову, ткнулся своей головой в спину стоявшего впереди. Тот обернулся, свалил с ног кулаком первого подвернувшегося под руку соседа и сам полетел, сваленный с ног товарищем упавшего. Время для драки было самое подходящее. Завтра начиналась коронация, и все уже были полны спиртным и патриотис. Мон, через пять минут драка заняла уже немалое пространство, через десять или двенадцать она занимала уже не меньше окра и превратилась в побоище. Гиндона оттеснили от короля, а оба они затерялись в шумном водовороте ревущих человеческих скапищ. Здесь мы оставим их. Глава 30. Успехи Тома. Пока настоящий король бродил по стране полуголый, полуголодный, то терпя насмешки и побои от бродяг, то сидя в тюрьме с ворами и убийцами, причем все считали его сумасшедшим и самозванцем, мнимый король Том Кенти вел совсем иную жизнь. Когда мы видели его в последний раз, он только что начинал находить привлекательность в королевской власти. Королевское звание все больше нравилось ему, и, наконец, вся жизнь его стала радостью. Он перестал бояться, его опасения понемногу рассеялись, чувство неловкости прошло, он стал держать себя спокойно и непринужденно. Как руду из шахты, добывал он все нужные сведения от мальчика для порки. Когда ему хотелось играть или болтать, он вызывал к себе леди Элизабет и леди Джен Грей, а затем отпускал их с таким видом, как будто для него это дело обычное. Он уже не смущался тем, что принцессы целовали ему руку на прощание. Теперь ему нравилось, что его с такими церемониями укладывают спать на ночь, ему нравился сложный и торжественный обряд утреннего одевания. Он с гордым удовольствием шествовал к обеденному столу в сопровождении блестящей свиты сановников и телохранителей, этой свитой он так гордился, что даже приказал удвоить ее, и теперь у него бы. Ло сто телохранителей. Он любил прислушиваться к звукам труб, разносившимся по длинным коридорам, и к далеким голосам, кричавшим. Дорогу королю. Он научился даже находить удовольствие в заседаниях совета в тронном зале и притворяться, будто он не только повторяет слова, которые шепчет ему лорд-протектор. Он любил принимать величавых, окруженных пышной свитой послов из чужих земель и выслушивать любезные приветствия от прославленных монархов, называвших его братом. А, счастливый Том Кенти со двора отбросов. Он любил свои роскошные наряды и заказывал себе новые. Он нашел, что четырехсот слуг недостаточно для его величия и утроил их число. Лесть придворных звучала для его слуха сладкой музыкой. Он остался добрым и кротким, стойким защитником угнетенных и вел непрестанную войну с несправедливыми законами, но при случае, почувствовав себя оскорбленным, он умел теперь обернуть. Сядь какому-нибудь графу или даже герцогу и подарить его таким взглядом, от которого того кидало в дрожь. Однажды, когда его царственная сестра, злая святоша леди Мэри, принялась было доказывать ему, что он поступает неразумно, милуя стольких людей, которые иначе были бы брошены в тюрьму, повешены или сожжены, и напомнила ему, что при их августейшем покойном родителе в тюрьмах иногда содержалось одновременно до 60 тысяч заключенных и что за время своего мудрого царствования он отправил на тот свет рукой у палача 72 тысячи воров и разбойников, мальчик, полный благородного негодования, велел ей идти к себе и молиться Богу, чтобы он вынул камень из ее груди и вложил в нее человеческое сердце. Но неужели Тома Кенти никогда не смущало исчезновение бедного маленького законного наследника престола, который обошелся с ним так ласково и с такой горячностью бросился к дворцовым воротам, чтобы наказать дерзкого часового. Да, его первые дни и ночь его дворце, были отравлены тягостными мыслями об исчезнувшем принце. Том искренне желал его возвращения и восстановления в правах. Но время шло, а принц не возвращался, и новые радостные впечатления все сильнее овладевали душою Тома, мало-помалу изглаживая из нее образ пропавшего принца. Под конец этот образ стал являться лишь изредка и то нежеланным гостем, так как при появлении его тому становилось больно и стыдно. Несчастную мать свою и сестер он тоже вспоминал все реже. Вначале он грустил о них, тосковал, хотел их увидеть, но потом стал содрогаться при мысли, что когда-нибудь они предстанут перед ним в лохмотьях, в грязи, и выдадут его своими поцелуями, и стащат его долой с трона, назад в грязь, в трущобы, на голод и унижение. В конце концов он почти перестал вспоминать о них и был даже рад этому, так как теперь, когда их скорбные и укоряющие лица вставали перед ним, он казался себе призренней червя. В полночь 19 февраля тем Кенти спокойно заснул в своей роскошной постели во дворце, охраняемой своими верными вассалами и окруженной всей пышностью королевского сана, счастливый мальчик, на завтра назначено было его торжественное коронование. В этот самый час настоящий король, Эдуард, голодный, мокрый и грязный, утомленный, дорогой, оборванный, одежду его изорвали в драке, стоял, зажатый в толпе, с глубоким любопытством наблюдавший за группами рабочих, которые копошились, как муравьи, возле Вестминстерского аббатства. Они докончивали последнее приготовление к завтрашней коронации. Глава 31. Коронационное шествие. На следующее утро, когда Том Кенти проснулся, воздух был полон глухого ГУ. Ла, вся даль гремела. Для Тома этот гром был музыкой, он означал, что вся Англия дружно напрягает легкие, приветствуя великий день. Том снова занял первое место в удивительной плавучей процессии на Темзе. По древнему обычаю, королевское шествие должно было пройти через весь Лондон, начиная от Тауэра. И прежде всего Том отправился к Тауэру. Как только он прибыл туда, стены древней крепости словно внезапно треснули в тысячи мест сразу, и из каждой трещины выскочили красный огненный язык и белый клуб дыма. Раздался оглушительный взрыв, в котором потонули радостные крики толпы, от гула дрожала земля, огонь, дым, треск выстрелов повторялись снова и снова с удивительной быстротой, так что через минуту старый Тауэр исчез в густом облаке дыма, только так называемый белый Тауэр, высокая башня, украшенная флагами, выселся над этим морем дыма, как горная вершина над грядой облаков. Разодетый Том Кенти на статном бое, вон с кокуне, покрытым богатой попоной, не спадавшей почти до земли, возглавлял процессию, сейчас же за ним следовал его дядя, лорд протектор Соммерсет. На таком же прекрасном коне, королевская гвардия в сияющих латах сопровождала его с обеих сторон, за протектором следовала бесконечная вереница пышно разодетых вельмож, ехавших в сопровождении своих вассалов, за ними, лорд-мэр и отцы города, в алых бархатных мантиях с золотыми цепями на груди, за ними, депутация от всех лондонских гильдий, в богатой одежде, с пестрыми знаменами корпораций. Шествие замыкала древняя почетная артиллерийская бригада, существовавшая в то время уже около 300 лет, единственная воинская часть, пользовавшаяся привилегией сохраненной до наших дней не подчиняться распоряжениям парламента. Это было блестящее зрелище. Бригада выступала среди многолюдной толпы, приветствовавшей ее на каждом шагу оглушительными криками. Вот как рассказывает об этом летописец. При въезде короля в город народ, встретил его приветственными криками, молитвами, благожеланиями и другими изъявлениями искренней любви верноподданных к своему государю, и король повернувшись к толпе сияющим радостью ликом и милостиво беседуя с теми, кто был ближе к его августейшей особе, с избытком вознаградил свой народ за его верноподданические чувства. В ответ на крики. Да здравствует король Англии! Да хранит Господь его величество Эдуарда VI, он говорил благосклонно. Храни Господь всех вас. От всего сердца благодарю мой добрый народ. И народ с восхищением внимал милостивым ответом своего короля. На улице Финчерч какой-то прелестный ребенок в роскошном наряде взошел на подмостки и приветствовал его величество такими стихами. Да здравствует король, поют тебе сердца. Да здравствует король, мы все тебе поем. Да здравствует король. Да правит без конца. Храни тебя Господь в величии твоем. Толпа в один голос повторяла слова ребенка. Том Кенти смотрел на это волнующееся море радостных лиц, и сердце его ликовало, он чувствовал, что если стоит жить на свете, так только для того, чтобы быть королем и любимцем народа. Вдруг он увидел вдали двух маленьких оборванцев, его бывших товарищей по двору отбросов, один из них занимал должность лорда адмирала при его потешном дворе, а другой первого лорда опочивальни, и еще больше возгордился. А, если бы они могли узнать его теперь? Как не сказано счастлив был бы он, если бы они узнали его, если бы увидели, что шутовской король трущоб из-за дворков стал настоящим королем, что ему прислуживают герцоги и принца и у ног его весь английский народ. Но он должен был отказать себе в этом удовольствии, он должен был подавить свое желание, потому, что такая встреча обошлась бы ему слишком дорого. И Том отвернулся, а мальчики продолжали прыгать и кричать, не подозревая, кому они посылают свои приветствия. «Милостыни! Милостыни!» — кричал народ. И Том бросал в толпу пригоршни новеньких блестящих монет. Летописец рассказывает. На верхнем конце улицы Грэщерч, перед Харчевней, Орел, город соорудил великолепную арку, под которой тянулись подмостки с одной стороны улицы до другой. На этих подмостках были выставлены изображения ближайших предков короля. Там сидела Елизавета Йоркская посредине большой белой розы, лепестки которой свивались вокруг нее вычурными фестонами, рядом с ней, в красной розы, сидел Генрих VII, руки царственной четы были соединены, на пальцах красовались выставленные на показ обручальные кольца. От белой и алой розы тянулся стебель, достигавший вторых подмостков, где Генрих VIII выходил из раскрытой алло-белой розы вместе с Джен Сеймур, матерью нового короля. От этой пары опять-таки тянулся стебель. К третьим подмосткам, где находилось изображение самого Эдуарда VI на троне, во всем его царственном величии. Все подмостки были увиты гирляндами роз, алых и белых. Это странное и красивое зрелище привело ликующий народ в такой восторг, что его крики совершенно заглушили слабый голос ребенка, которому поручено было прочесть хвалебные стихи, объясняющие значение этой аллегории. Но Том Кенти не жалел об этом, верноподданический рев толпы был для него слаще всяких стихов, даже самых хороших. Когда Том повернул к толпе свое счастливое юное лицо, народ заметил сходство его с изображением, и снова загремела буря приветствий. Процессия все подвигалась вперед, проходя под триумфальными арками мимо ярких символических изображений, прославливших различные добродетели, таланты и заслуги нового короля. По всей чипсойтой с каждого окна, с каждого карниза свисали знамена и флаги, а также роскошные ковры, дорогие ткани и зала. Тая парча, свидетельство богатств, хранившихся в сундуках, другие улицы были украшены столь же великолепно, и даже еще великолепнее. И все эти диковины, все эти чудеса выставлены ради меня, шептал Том Кенти. Щеки мнимого короля горели от возбуждения, глаза блестели, он блаженствовал, наслаждался. Вдруг, как раз в то время, когда он поднял руку, чтобы бросить народу пригоршню монет, он увидел в толпе бледное, изумленное лицо и пристальный взгляд, устремленный на него. У Тома потемнело в глазах, он узнал свою мать. Он быстро заслонил глаза рукой, вывернув ее ладонью наружу, старый непроизвольный жест, возникший от давно позабытых причин и вошедший в привычку. Еще мгновение, женщина пробилась вперед сквозь толпу, сквозь стражу и очутилась возле него. Она обхватила его ногу, она покрыла ее поцелуями, она зарыдала. Дитя мое, любимое дитя, и подняло к нему лицо, преображенное радостью и любовью. Один из телохранителей избранью потащил ее прочь и сильной рукой отшвырнул назад. Слава! Женщина, я не знаю тебя, уже готовы были сорваться с уст Тома, но обида, нанесенная его матери, уязвила его в самое сердце. И когда она обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на него, прежде чем толпа скроет его окончательно от ее глаз, у нее было такое скорбное лицо, что Тому стало стыдно. Этот стыд испепелил его гордость и отравил всю радость краденого величия. Все почести показались ему вдруг лишенными всякой цены, они спали с него, как истлевшие лохмотья. А процессия шла и шла, убранство улиц становилось все роскошнее, приветвенные клики раздавались все громче. Но для Тома Кенти всего этого словно и не было. Он ничего не видел и не слышал. Королевская власть потеряла для него прелесть и обаяние, в окружающей пышности ему чудился упрек, угрызения совести терзали его сердце. Он говорил, себе, хоть бы Бог освободил меня из этого плена, невольно повторяя те же слова, какие беспрестанно твердил в первые дни своего насильственного величия. Сверкающая процессия все извивалось по кривым улицам древнего города, как бесконечная змея в блестящей чешуе, воздух звенел от приветствий толпы, но король ехал, паникнув головой и ничего не видя перед собою, кроме оскорбленного лица своей матери. И в протянутые руки подданных уже не сыпались блестящие монеты. Милостыни! Милостыни! Но он не внимал этим криком. Да здравствует Эдуард, король Англии. Казалось, вся земля дрожала от этих возгласов, но король не отвечал. До него эти крики доносились, как отдаленный прибой, заглушаемый другими звуками, раздававшимися ближе, в его собственной груди, в его собственной совести. Голосом, повторявшим постыдные слова. Женщина, я не знаю тебя. Эти слова звучали в душе короля, как звучит погребальный колокол в душе человека на похоронах близкого друга, которому при его жизни он вероломно изменил. На каждом повороте его ждали новые почести, новая роскошь, новые чудеса, грохот приветственных выстрелов, ликующие клики толпы, но король ни словом, ни жестом не отзывался на них, так как кроме укорющего голоса в своей собственной безутешной душе, он ничего и не слышал. Мало по малу и у зрителей изменились лица и вместо радостных стали озабоченными, и приветственные клики раздавались уже не так громко. Лорд-протектор скоро заметил это и сразу понял причину. Он подскакал к королю, низко пригнулся к нему, обнажив голову, и шепнул. Государь, теперь не время мечтать. Народ видит твою паникшую голову, твое отуманенное чело и принимает это за дурное предзнаменование. Послушайся моего совета, дай вновь васять твоему королевскому солнцу и озари свой народ его лучами. Подними голову и улыбнись народу. С этими словами герцог бросил направо и налево по пригуршне монет и вернулся на свое место. Мнимый король машинально исполнил то, о чем его просили. В его улыбке не было души, но только немногие стояли к нему настолько близко, только немногие обладали настолько острым зрением, чтобы заметить это. Он так грациозно и ласково наклонял свою украшенную перьями голову, с такой царственной щедростью сыпал вокруг новенькие блестящие монеты, что тревога народа рассеялась и приветственные клики загремели так же громко, как прежде. А все же герцогу пришлось еще раз подъехать к королю и постараться образумить его. Он прошептал. Великий государь, стрихни с себя, эту гибельную грусть, глаза целого мира устремлены на тебя, из досады прибавил. Чтоб она пропала, это жалкая нищенка. Это она так расстроила ваше величество. Разреженный король обратил на герцога потухший взор и сказал беззвучным голосом. Это была моя мать. Боже мой, простонал лорд протектор, отъезжая назад. Дурное предзнаменование оказалось пророчеством, он снова сошел с ума. Глава 32. День коронации. Вернемся на несколько часов назад и займем место в Вестминстерском аббат. С твер 4 часа утра, в памятный день коронации. Мы здесь не одни, хотя на дворе еще ночь, но освещенные факелами хоры уже заполняются людьми, они готовы просидеть 6-7 часов, лишь бы увидеть зрелище, которое никто не надеется увидеть два раза в жизни, коронацию короля. Да, Лондон и Вестминстер поднялись на ноги с 3 часов ночи, когда грянули первые пушки, и уже целая толпа неименитых, но зажиточных граждан, заплатив деньги за доступ на хоры, теснится у входов, предназначенных для людей их сословия. Часы тянутся довольно тоскливо. Всякая суматоха мало-помалу стихла, так как хоры уже давно набиты битком. Присядем и мы, у нас довольно времени, чтобы осмотреться и подумать. Со всех сторон, куда не бросишь взгляд, из полумрака, царящего в соборе, выступают части хоров и балконов, усеянных зрителями, другие же части тех же хоров и балконов скрыты от глаз колоннами и выступами. Нам ясно виден весь огромный северный предел собора, пустой в ожидании избранной публики. Нам виден также боль, шой помост, устланный богатыми тканями. Посредине его, на возвышении, к которому ведут четыре ступени, помещается трон. В сидение трона вделан неотесанный плоский камень. Сканский камень, на котором короновались многие поколения шотландских королей, обычаи и время настолько осветили его, что теперь он достоин служить и английским королям. И троны его подножия обтянуты золотой парчой. Вокруг царит тишина, факелы светят тускло, часы лениво ползут. Но вот, наконец, рассветает, факелы потушены, мягкий свет разливается по огромному зданию. Теперь ясно можно различить все очертания этого благородного храма, но они вырисовываются мягко, как бы во сне, так как солнце слегка подрнуто тучами. В семь часов дримотное однообразие этого ожидания впервые нарушается, с последним ударом в северном пределе появляется первая знатная леди, одетая, как Соломон в его славе, распорядитель в шелку и бархате провожает ее к отведенному для нее месту. Другой, такой же разреженный, подобрав длинный шлейф леди, идет за нею и, когда она уселась, укладывает шлейф у нее на коленях. Затем он подставляет ей под ноги скамеечку и кладет неподалеку корону, чтобы леди удобно было взять ее, когда настанет время всем представителям аристократии возложить на себя свои короны. Супруги перов появляются одна за другой, блестящей вереницей, а между ними мелькают нарядные распорядители, усаживая их и устраивая. Теперь внутренность храма представляет собою довольно оживленное зрелище. Везде жизнь, движения, яркие краски. Немного погодя во двореется снова тишина, супруги и дочери перов все пришли и все уселись на свои места, огромный живой цветник, пестрый, как млечный путь, сверкающий морозной пылью бриллиантов. Тут перед вами все возрасты, старухи, сморщенные, желтые, седые, они помнят коронацию Ричарда Третьего и его смутные, давно забытые времена, и красивые пожилые дамы, и прелестные молоденькие женщины, есть и хорошенькие. Нежные девушки с блестящими глазами и свежими щечками, легко может статься, что, когда придет великая минута, они даже не сумеют надеть своих усыпанных алмазами коронок, для них это дело новое, и справиться с волнением им будет нелегко. Впрочем, нет, этого не может случиться, ибо у всех этих дам прическа устроена так, чтобы можно было по первому сигналу быстро и безошибочно посадить коронку на надлежащее место. Мы уже видели, что разодетые леди усыпаны бриллиантами, мы уже знаем, что это зрелище прелестно, однако настоящие чудеса еще впереди. Около девяти часов небо внезапно проясняется, и солнечный луч, прорезав полумрак собора, медленно движется вдоль скамеек с нарядными дамами, каждый ряд горит ослепительными разноцветными огнями, и внезапная яркость этого зрелища пронзает нас, как электрический ток. Но вот в полосу света вступает чрезвычайное посольство из какой-то дальней восточной земли, замыкающей шествие других иностранных послов, и у вас захватывает дыхание, такой блеск оно разливает во круг себя, посол с головы до ног усыпан драгоценными камениями и при каждом движении сыплет вокруг пляшущие снопы алмазных искр. Но переведем наш рассказ удобства ради в прошедшее время. Прошел час, два часа, два с половиной, глухой артиллерийский залп возвестил о прибытии короля и процессии, утомленной ожиданием толпа оживилась. Все знали, что придется еще подождать, так как короля нужно облачить и приготовить к торжественной церемонии, а пока ожидание можно будет приятно заполнить разглядыванием перов королевства, появляющихся во всем их пышном наряде, каждого пера распорядители с почетом отводили на место и клали возле него его корону. Зрители на хорах с живым любопытством наблюдали за всем, большинство из них впервые видели графов, герцогов и баронов, имена которых не сходили со страниц истории уже в течение 500 лет. Когда, наконец, все перы уселись, с хоров открылось столь дивное зрелище, что действительно стоило взглянуть на него, чтобы потом помнить всю жизнь. Теперь на подмостке вступали один за другим епископы в парадном облачении и в митрах и занимали отведенные им места, за ними следовали лорд-протектор и другие важные сановники, а за сановниками, закованные в сталь гвардейцы. Прошла минута напряженного ожидания, затем по сигналу грянула торжественная музыка, и Том Кенти в длинной мантии из золотой парчи появился в дверях и поднялся на подмостке. Вся толпа как один человек встала, и началась церемония коронования. Все аббатство наполнилось звуками торжественного гимна, и под звуки этого гимна Тома Кенти подвели к трону. Один за другим совершались издревле установленные обряды, величевые и торжественные, и зрители жадно следили за ними, но чем ближе к концу подходила церемония, тем бледнее становился Том Кенти, тем сильнее терзало отчаяние его кающуюся душу. Наконец наступил последний обряд. Архиепископ Кентерберийский взял с подушки корону Англии и поднял ее над головой дражившего всем телом мнимого короля. В тот же миг словно радуга озарила внутренность собора, это все знатные лорды и леди одновременно взяли свои коронки, возложили их себе на голову и замерли. Глубокая тишина охватила аббатство. В эту незабываемую минуту посредине собора вдруг появилось новое действующее лицо, никем раньше не замеченное. То был мальчик, с непокрытой головой, в рваных башмаках, в грубой плебейской одежде, висевшей лохмотьями. С торжественностью, совсем не подходившей к его грязному платью и жалкой внешности, он поднял руку и крикнул. «Запрещаю вам возлагать корону Англии на эту преступную голову. Я – король». В один миг мальчик был схвачен множеством негодующих рук, но Том Кенти в своем царственном одеянии прыгнул вперед и звонким голосом крикнул. «Отпустите его и не троньте!» «Он действительно король». Паника овладела собравшимися, пораженные, все приподнялись на своих местах и переглядываясь, рассматривали главных действующих лиц этой странной сцены, словно не понимая, наяву они это видят или во сне. Лорд-протектор был изумлен не меньше других, но скоро очнулся и воскликнул властным голосом. «Не обращайте внимания на слова его величества», им опять овладел недуг. «Схватите бродягу! Его послушались бы, если бы мнимый король не топнул ногой и не крикнул. Под страхом смерти запрещаю вам трогать его!» Он – король. Руки отдернулись. Все собрание замерло. Никто не двигался, никто не говорил. Правду сказать, никто и не знал, что делать и что говорить, так странно и неожиданно было все случившееся. Пока, все старались овладеть собою и собраться с мыслями, виновник переполоха подходил все ближе и ближе, с гордой осанкой и поднятым челом, он ни разу не остановился, и, пока все колебались в растерянности, он взошел на подмостке. Мнимый король с радостным лицом бросился ему навстречу, упал перед ним на колени и воскликнул. «А государь! Позволь бедному Тому Кенти первому присягнуть тебе на верность и сказать, возложи на себя свою корону и вступи в свои права». Суровый взор лорда протектора остановился на лице пришельца, но тотчас же лицо его смягчилось и суровость сменилась безмерным удивлением. То же удивление выразилось и на лицах других сановников. Они переглянулись и невольно все разом отступили. У каждого мелькнула одна и та же мысль. Какое поразительное сходство! Лорд протектор подумал минуту, потом выговорил серьезно и почтительно. «С вашего позволения, сэр, я желал бы предложить вам несколько вопросов, я отвечу на них, милорд». Герцог стал спрашивать его о покойном короле, о дворе, о принце, о принцессах. Мальчик отвечал на все правильно и без запинки. Он описал парадные комнаты во дворце, апартаменты покойного короля и покои принца Уэльского. «Это было странно. Это было удивительно. Да, это было необъяснимо, так утверждали все, кто слышал. Дело принимало благоприятный оборот, и Том Кенти надеялся, что течение уже несет настоящего короля к трону, но лорд протектор покачал головой и сказал. «В самом деле, это изумительно, но ведь это не больше того, что может сделать и государь наш король». Замечание лорда протектора опечалило Тома Кенти, его все еще называли королем, и он почувствовал, что Тиря. «Йот надежду. Это еще не доказательство», — прибавил лорд протектор. «Волны оставили Тома Кенти на троне, а настоящего короля уносили в открытое море. Лорд протектор подумал, покачал головой, одна мысль вытеснила все остальные. И для государства, и для всех нас опасно долго возиться с этой раковой загадкой, это может поселить раздор в народе и подорвать основы королевской власти». Он повернулся и сказал. «Сэр Томас, арестуйте этого нет, погодите». Лицо его прояснилось, и он ошеломил оборванного кандидата на престол вопросом. «Где большая государственная печать? Ответь на этот вопрос, и загадка будет разгадана, ибо на этот вопрос может ответить только тот, кто был принцем. Уэльским. Вот от какого пустяка зависит судьба трона и династии. Это была удачная мысль, счастливая мысль. Так подумали все важные сановники, и в их заблестевших взарах выразилось безмолвное одобрение. Да, только настоящий принц мог разрешить до сих пор неразгаданную тайну исчезновения государственной печати. Маленький самозванец хорошо выучил свой урок, но здесь он споткнется, так как даже тот, кто научил его, не может ответить на этот вопрос. «Хорошо. Очень хорошо. Теперь мы скоро выйдем из этого странного и опасного положения. Каждый чуть заметно кивал головой и с трудом удерживался от улыбки, предвкушая, как дерзкий мальчик анимеет от смущения в сознании своей вины. И как же все были удивлены, когда ничего подобного не случилось, мальчик тотчас же спокойно и твердо сказал. В этой загадке нет ничего трудного. И, даже не спросив позволения, он повернулся и дал приказ с непринужденностью человека, привыкшего повелевать. Милорд Сент-Джон, вступай в мой кабинет во дворце, никто не знает его лучше тебя, и там, возле самого пола, в левом углу, самом дальнем от двери, выходящей в переднюю, ты найдешь медный гвоздь, нажми шляпку гвоздя, и перед тобой откроется маленький тайничок, о существовании которого даже ты не знаешь, и ни одна живая душа не знает, кроме меня до того верного мастера, который его устраивал для меня. Первое, что тебе попадется на глаза, будет большая государственная печать, принеси ее сюда. Все дивились этой речи и еще больше дивились тому, что маленький нищий, не задумываясь, выбрал из всех лордов Сент-Джона и назвал его по имени так просто и спокойно, как будто знал его всю свою жизнь. Вельможа чуть было не кинулся исполнять приказ. Он даже шагнул вперед, но тотчас опомнился, и легкая краска выдала его промах. Том Кенти обернулся к нему и резко сказал, что же ты медлишь? Разве ты не слыхал королевского приказа? Ступай! Лорд Сент-Джон отвесил глубокий поклон, многие заметили, что этот поклон был удивительно осторожен, чтобы как-нибудь не скомпрометировать себя. Лорд Сент-Джон не поклонился ни одному из королей в отдельности, но обоим за раз, или, вернее, нейтральному пространству между обоями. И вышел. В нарядной группе сановников, стоявших на подмостках, началось движение, вначале едва заметное, но непрерывное, словно в калейдоскопе, когда мелкие частицы пестрой фигуры отпадают от одного центра и переходят к другому, образуя новую фигуру. Так и здесь постепенно, едва заметно, блестящая свита, окружавшая Тома Кенти, переместилась поближе к пришельцу. Том Кенти остался почти один. Прошло несколько минут напряженного ожидания, в течение которых немногие боязливые люди, еще остававшиеся возле Тома Кенти, набрались храбрости и один за другим, шмыгнув в сто. Рону, присоединились к большинству. И теперь Том Кенти, в царской одежде и самоцветных каменьях, стоял совсем одинокий, окруженный пустотой. В дверях собора показался лорд Синт-Джон. Едва его заметили, все разговоры смолкли, и водворилась глубокая тишина, только его шаги глухо отдавались под высокими сводами. Все, затаив дыхание, с напряженным любопытством следили за ним, все глаза были устремлены на него. Он взошел на подмостки, помедлил немного, затем, отвесив низкий поклон Тому Кенти, сказал. Государь, печати там нет. Если бы на улице показался вдруг зачемленный, чернь шарахнулась бы прочь от него не так стремительно, как это сборище побледневших, испуганных царедворцев отхлынуло от жалкого маленького претендента на английский престол. Миг, и он остался совершенно один под перекрестным огнем гневных и призрительных взглядов. Лорд Протектор запальчиво крикнул, выбросьте этого нищего на улицу и прогоните его по всему городу плетьми. Этот наглец не заслужил ничего лучшего. Гвардейцы кинулись к мальчику, но Том Кенти властно отстранил их рукой. Назад! Кто дотронется до него, ответит головой. Лорд Протектор пришел в полное недоумение. Он спросил Сент-Джона. Хорошо ли вы искали? Впрочем, об этом бесполезно и спрашивать. В высшей степени странно. Когда пропадают мелкие вещи, безделушки, этому не удивляешься. Но каким образом такая объемистая вещь, как английская государственная печать, могла исчезнуть без следа так, что никто не может найти ее? Такой тяжелый золотой круг Том Кенти с заблестевшими глазами подскочил к нему и крикнул. Стойте! Какая она была? Круглая, толстая. На ней были вырезаны буквы и эмблемы. Да. А, теперь я знаю, что такое эта большая печать, из-за которой вы подняли такую кутерьму. Если бы вы мне описали ее раньше, вы бы получили ее три недели тому назад. Я отлично знаю, где она лежит, но не я первый положил ее туда. А кто же, государь, спросил лорд протектор. Тот, кто стоит перед вами, законный король Англии. И он сам скажет вам, где она лежит, тогда вы поверите, что он знал это с самого начала. Подумай, государь. Потрудись припомнить. Это было последнее, самое последнее, что ты сделал в тот день прежде чем выбежал из дворца переодетый в мои лохмотья, чтобы наказать обидевшего меня солдата. Наступило гробовое молчание, ни звука, ни шепота. Все глаза были устремлены на того, от кого ждали ответа, а он стоял, наклонив голову и наморщив лоб, и рылся в своей памяти, стараясь среди множества не имеющих цены воспоминок. Не уловить один единственный ускользающий пустяк, зная, что если он поймает этот пустяк, он будет на троне, если же нет, навсегда останется нищим изгнанником. Проходили мгновения, проходили минуты, мальчик напрягал свою память и молчал. Наконец он глубоко вздохнул, медленно покачал головой и выговорил дрожащими губами, с отчаянием в голосе. Я припомнил весь тот день, но что я сделал с печатью, припомнить не могу. Он помолчал, потом поднял глаза и проговорил с кротким достоинством. Миларды и джентльмены, если вы хотите лишить вашего законного государя его престола только от того, что у него нет этого доказательства, я бессилен помешать вам. Ну а государь, какое безумие, в ужасе воскликнул Том Кенти. Погоди, подумай, не сдавайся так скоро, дело еще не потеряно. Слушай, что я тебе скажу, следи за каждым моим словом. Я вы, зову в твоей памяти этот день во всех подробностях, каждую мелочь. Мы разговаривали. Я рассказывал тебе о своих сестрах Нэн и Бэт, ну вот, ты это помнишь. И о бабке, и о том, как мы, мальчишки, играем на дворе отбросов, ты это помнишь. Отлично. Следи только за мной, ты все припомнишь. Ты дал мне есть и пить и с царственной любезностью отослал придворных, чтобы мне не было стыдно перед ними за свою невоспитанность. Ага, ты и это помнишь. Том перечислял все подробности одну за другой, и принц кивал головой в знак того, что он припоминает, а сановнику слушали и дивились, все это было так похоже на правду, между тем откуда могла возникнуть эта невозможная дружба между принцем и нищим. Никогда еще никакая толпа не была охвачена таким любопытством и не чувствовала себя столь ошеломленной и растерянной. Ради шутки, государь, мы поменялись одеждой. Потом мы стали перед зеркалом, и оказалось, что мы так похожи один на другого, будто и не переодева. Лись совсем, ты помнишь это, да. Потом ты заметил, что солдат сильно ушиб мне руку, смотри, я и до сих пор не могу держать ею перо, так одеревенели мои пальцы. Увидев это, твое высочество вскочил поклявшись, что ты отомстишь солдату, и побежал к двери. Тебе надо было пройти мимо стола. Эта штука, которую вы называете печатью, лежала на столе, ты схватил ее, озираясь вокруг, как бы ища, куда ее спрятать, потом увидал стой. Довольно. Благодарение Богу, я вспомнил, воскликнул взволнованным голосом оборванный претендент на престол. Иди, мой добрый Сент-Джон, в рукавице миланского панциря, что висит на стене, ты найдешь государственную печать. Верно, государь, верно, воскликнул Том Кенти. Теперь английская держава, твоя, и тому, кто вздумает оспаривать ее у тебя, лучше бы родиться немым. Спеши, милорд Сент-Джон. Пусть твои ноги превратятся в крылья. Все сборище было теперь на ногах. Все прямо-таки обезумели от беспокойства, тревоги и жгучего любопытства. Собор гудел, как пчелиный улей. Все сразу заговорили возбужденно и пылко, внизу и на помосте, повсюду. Никто ничего не слышал и не интересовался ничем, кроме того, что кричал ему в ухо сосед или что он кричал в ухо соседу. Время промчалось стремительно. И вот по собору пронесся шепот, на подмостках появился Сент-Джон, в поднятой над головой руке он держал государственную печать. Сразу же грянул крик. Да здравствует истинный король. Минут пять в соборе стон стоял от кликов и грома музыки, вихрь носовых платков реял в воздухе. А тот, к кому относились все эти приветствия, маленький оборванец, отныне первый человек в Англии, стоял на виду у всех, посредине подмостков, счастливый и гордый, щеки его пылали румянцем, и могущественнейшие вассалы королевства склоняли перед ним колени. Затем все встали, и Том Кенти воскликнул. Теперь, а государь, возьми назад твое царское одеяние и отдай бедному Тому, слуге твоему, его рубище. Лорд Протектор отдал приказание. Разденьте этого маленького негодяя и бросьте его в Тауэр. Но король, истинный, новый король, заявил. Не позволю. Только благодаря ему я получил обратно свою корону, и не смейте трогать и обижать его. А ты, милейший дядя ты, милорд Протектор, неужели ты не питаешь никакой благодарности к этому бедному мальчику? Ведь, как я слышал, он пожаловал тебя в Герцоги Протектор Покраснелл, но он, оказывается, не был настоящим королем, значит чего стоит теперь твой громкий титул? Завтра ты через его посредства будешь ходатайствовать предо мной об утверждении тебя в этом звании, Ина. Че тебе придется распрощаться с твоим герцогством и ты останешься просто графом. После такой отповеди его светлость герцог Саммерсецкий предпочел на время отойти в сторону. Король повернулся к тому и ласково сказал. Мой бедный мальчик, как ты мог вспомнить, куда я спрятал печать, если я и сам не мог вспомнить? Ах, государь, это было нетрудно, ибо я не раз употреблял ее в дело. Употреблял ее в дело и не мог сказать, где она находится. Да ведь я не знал, что они ее ищут. Они мне не говорили, какая она, ваше величество. Что же ты с нею делал? Щеки Тома густо покраснели, он потупил глаза и молчал. Говори, добрый мальчик, не бойся, успокоил его король. Что же ты делал с большой государственной печатью Англии? Тома опять запнулся и, наконец, смущенно выговорил. Я щелкал ее орехи. Бедный ребенок. Эти слова были встречены таким взрывом хохота, что он едва устоял на ногах. Но если кто-нибудь сомневался в том, что Том Кенти не был королем Англии, этот ответ рассеял все сомнения. Тем временем с Тома сняли роскошную мантию и накинули ее на плечи королю. Мантия прикрыла его нищенские лохмотья. После этого прерванная коронация возобновилась. Настоящий король был помазан миром, на голову его возложили корону, а пушечные выстрелы возвестили эту радость городу, и весь Лондон гудел от восторга. Глава 33. Эдуард, король. И до того, как Майлес Гиндон попал в буйную толпу, запрудившую Лондонский мост, его наружность была весьма живописна, а когда он вырвался оттуда, она стала еще живописнее. У него и раньше было мало денег, а теперь и совсем ничего не осталось. Воры обчистили его карманы до последнего фартинга. Но не беда, лишь бы найти мальчика. Как настоящий воин, он никогда не поступал на обум и прежде всего составил план военных действий. Что мог предпринять мальчик? Куда он мог направиться? Пожалуй, думал Майлес, для него было всего естественнее посетить первым делом то место, где он жил прежде, так поступают все бездомные, покинутые люди, все равно, с ума. Шедшие они или в здравом уме. Где же он мог прежде жить? Его лохмотье и его близость к грубому бродяге, который, очевидно, хорошо знал его и даже называл сыном, указывали на то, что он жил в одном из беднейших кварталов Лондона. Долго ли придется его искать? Нет, Майлес найдет его легко и быстро. Он будет высматривать не мальчика, а все уличные сборища, большие и малые, и в центре какого-нибудь скопления людей рано или поздно найдет своего маленького друга, чернь, наверное, будет глумиться над ним, так как он по обыкновению, станет, конечно, провозглашать себя королем. И тогда Майлес Гиндон изувечет кого-нибудь из этих грубых людей и уведет своего питомца подальше, утешит, успокоит его ласковым словом и никогда больше не расстанется с ним. Итак, Майлес отправился на поиски. Час за часом он бродил по грязным улицам и за колуком, выискивая сборища людей, он находил их на каждом шагу, но мальчика нигде не было. Это крайне удивило его, но он не отчаивался. В своем плане он не находил никаких изъянов. Просто военные действия затянулись на более продолжительный срок, чем он рассчитывал. До рассвета он исходил не одну милю, повстречал множество всяких людей, но в результате только устал и проголодался. Ему очень захотелось спать. Он не прочь был бы позавтракать, но на это было мало надежды, просить милостыню ему не приходило в голову, а заложить шпагу – это все равно. Что расстаться с честью? Можно бы продать что-нибудь из одежды, но где сыщешь покупателя на подобную рвань? В полдень он все еще бродил по улицам, в толпе, которая следовала за королевской процессией. Он полагал, что маленького сумасшедшего непременно потинет взглянуть на такое зрелище. Он прошел вслед за процессией весь извилистый путь от Лондона до Вестминстера и до самого аббатства. Он бесконечно долго слонялся в толпе и, наконец, ничего не добившись, озабоченный, отошел прочь, обдумывая новый, лучший план. Углубившись в свои мысли, он не сразу заметил, что город остался далеко позади и день клонился к вечеру, а выйдя, наконец, из задумчивости, увидел, что находится за городом, невдалеке от реки, в живописной местности, где расположены были богатые усадьбы. Здесь не любят таких оборванцев, как он. Погода стояла теплая, он растянулся на земле возле изгороди, чтобы отдохнуть и подумать. Скоро им овладела дремота, до него донеслись отдаленные глухие звуки пушечных выстрелов, он сказал себе. Коронация кончилась, и тут же уснул. Перед тем он не отдыхал больше 30 часов подряд. Проснулся он только на следующее утро. Он поднялся разбитый, полумертвый от голода, умылся в реке, вдоволь напился воды, чтобы наполнить желудок, и заковылял квестминстеру, ругая себя за то, что потерял столько времени даром. Голод внушил ему новый план, он прежде всего попытается добраться до старого сэра Гэмфри Марла и возьмет у него взаймы несколько шиллингов, а потом, но пока я этого довольна, потом будет. Время усовершенствовать и разработать новый план, сначала надо выполнить его первую часть. Часов в одиннадцать он очутился у дворца и, хотя народа, пышно разодетого, кругом было много, он не остался незамеченным, благодаря своей одежде. Он пристально вглядывался в лицо каждого встречного, выискивая сострадательного человека, который согласился бы доложить о нем старому сэру Гэмфри, о том, чтобы попытаться самому проникнуть во дворец в таком виде, разумеется, не могло быть и речи. Вдруг мимо него прошел мальчик для порки, увидав Майлса, он вернулся и еще раз прошел мимо, пристально вглядываясь. Если это не тот самый бродяга, о котором так беспокоится его величество, то я безмозглый осел, хотя я, кажется, и всегда был ослом. Все приметы налицо. Не может быть, чтобы премудрый Господь создал два таких страшилища сразу. Это было бы опасным перепроизводством чудес, ибо цена на них сильно упала бы. Как бы мне заговорить с ним. Но тут сам Майлес Гиндон вывел его из затруднения, потому что обернулся назад, почувствовав, что на него пристально смотрят. Подметив любопытство во взгляде мальчика, он сказал. Ты только что вышел из дворца, ты из придворных. Да, ваша милость. Ты знаешь сэра Гэмфри Марла. Мальчик вздрогнул от неожиданности и подумал про себя. Боже, он спрашивает о моем покойном отце. В слух он ответил. Хорошо знаю, ваша милость. Он там. Да, сказал мальчик, и про себя прибавил, в могиле. Не будешь ли ты так любезен сообщить ему мое имя и передать, что я желаю сказать ему два слова по секрету. Я охотно исполню ваше поручение, любезный сэр. В таком случае, скажи, что его дожидается Майлес Гиндон, сын сэра Ричарда. Я буду тебе очень благодарен, мой добрый мальчик. Мальчик был, по-видимому, разочарован. Король что-то не так называл его, сказал он себе, ну да все равно. Это, должно быть, его брат, и я уверен, что он может дать сведения его величеству о том чудаке. Он попросил Майлса подождать немного, пока он принесет ответ он ушел, а Гиндон остался ждать его в указанном месте, на каменной скамеечке внутри ниши дворцовой стены, где в дурную погоду укрывались часовые. Не успел он усесться, как мимо прошел отряд алибортщиков под командой офицера. Офицер увидел чужого человека, остановил своих людей и велел Гиндону. Выйти из ниши. Тот повиновался и немедленно был арестован как подозрительная личность, шатающаяся около дворца. Дело начинало принимать нехороший оборот. Бедный Майлес хотел было объясниться, но офицер грубо приказал ему молчать и велел своим людям обезоружить и обыскать его. Может быть, вам Бог поможет найти что-нибудь, сказал бедный Майлес. Я много искал и ничего не нашел, хотя мне так нужно было найти. И действительно, у него ничего не нашли, кроме запечатанного письма. Офицер разорвал конверт, и Майлес улыбнулся, узнав каракули своего бедного маленького друга. Это было послание, написанное королем в тот памятный день в Гиндонском замке. У офицера лицо пожелтело, когда он прочел английскую часть письма, а Майлес, выслушав ее, побледнел. Еще один претендент на престол, воскликнул офицер. Они нынче размножаются, как кролики. Схватите этого, негодяя, и держите его крепко, пока я снесу это драгоценное послание к королю. Ну, теперь все мои злоключения кончились, бормотал Майлес, ибо я наверняка скоро буду болтаться на веревке. Эта записка мне не пройдет даром. А что станется с моим бедным мальчиком? Увы, это одному богу известно. Через некоторое время Майлес увидел быстро возвращавшегося офицера и собрал все свое мужество, решившись встретить неизбежную смерть, как подобает мужчине. Офицер тотчас приказал солдатам освободить пленника и возвратить ему шпагу, затем почтительно поклонился и сказал. Прошу вас, сэр, следуйте за мной. Гиндон пошел за ним, говоря себе. Если бы я не знал, что иду на смерть и что мне поэтому следует поменьше грешить, я бы, кажется, придушил этого мерзавца за его издевательскую любезность. Они прошли через людный двор к главному подъезду дворца, где офицер с таким же почтительным поклоном сдал Гиндона с рук на руки разодетому придворному, который в свою очередь отвесил ему низкие поклоны повел через большой зал, между двумя рядами пышно одетых дворцовых лакеев, которые почтительно кланялись к Гиндону, а за спиной у него давились от смеха при виде этого величавого чучела. Придворный поднялся с Гиндоном по широкой лестнице, заполненной пышно разодетыми джентльменами и, наконец, ввел его в обширный покой, где была собрана вся английская знать, он провел Майлса вперед, еще раз поклонился, напомнил ему, что надо снять шляпу, и оставил его среди комнаты. Глаза всех присутствующих устремились на него. Иные сердито нахмурились. Иные улыбались насмешливо. Майлес Гиндон был ошеломлен. Перед ним, всего в каких-нибудь пяти шагах под пышным балдахином сидел молодой король, отвернувшись немного в сторону и наклонив голову, он беседовал с какой-то райской птицей в образе человека. Наверное, с каким-нибудь герцогом. Гиндон смотрел и думал, что и без того горько умереть во цвете лет, а тут еще подвергают тебя такому унижению. Ему хотелось, чтобы король скорее покончил с приговором, некоторые из пышных вельмож, стоявших поближе, вели себя уж слишком нахально. В это время король поднял голову, и Гиндон увидел его лицо. Увидел, и у него даже дух захватило. Как очарованный, он смотрел, не спуская глаз с этого прекрасного молодого лица, и вдруг воскликнул. Господи, вот он и на троне, владыка царства снов и теней. Не отрывая изумленного взгляда от короля, он пробормотал еще что-то невнятное, потом оглядел все вокруг, нарядную толпу, стены роскошного зала, и проговорил. Но ведь это же правда. Это не сон, а действительность. Потом опять взглянул на короля и подумал. Или это все-таки сон. Или он и, впрямь повелитель Англии, а не бездомный сумасшедший бродяга, за которого я принимал его. Кто разгадает мне эту загадку? Внезапно ему в голову пришла блестящая мысль. Он подошел к стене, взял стул, поставил его посредине зала и сел. Толпа придворных загудела от гнева, чья-то рука жестко опустилась ему на плечо, чей-то голос воскликнул. Грубиян, невеже невоспитанный, как ты смеешь сидеть в присутствии короля? Шум привлек внимание его величества, он протянул руку и крикнул. Оставьте его, не троньте, это его право. Придворные в недоумении отпрянули. А король продолжал. Да будет вам известно, леди, лорды и джентльмены, что это мой верный и любимый слуга, Майлес Гиндон, который своим добрым мечом спас своего государя от ран, а может быть, и от смерти. И за это волею короля посвящен в рыцаре. Узнайте также, что он оказал королю еще более важную услугу, он избавил своего государя от плетей и позора, приняв их на себя, и за это возведен в звание пэра Англии и графа Кенского, и в награду ему будут пожалованы богатые поместья и деньги, подобающие его высокому званию. Более того, привилегия, которой он сейчас воспользовался, даровано ему королем и останется за ним и его потомками, и все старшие вроде его будут из века в век иметь право сидеть в присутствии английских королей, пока будет существовать престол. Не троньте его. В зале присутствовали две особы, опоздавшие на коронацию и прибывшие в столицу только сегодня. Всего лишь пять минут находились они в этой зале, они слушали в немом изумлении, переводя взгляд с короля на воронье пугало и обратно. То были сэр Гю и леди Эдит. Но новый граф не замечал их. Он все смотрел на короля, как зачарованный, и Бормотал. Господи, помилуй меня. Так это мой нищий. Так это мой сумасшедший. А я то хотел похвастаться перед ним своим богатством, родовой усадьбой, в которой 70 комнат и 27 человек прислуги. Это о нем я думал, что он никогда не знал иной одежды, кроме лохмотьев, иной ласки, кроме пинков и побоев, и иной еды, кроме отбросов. Это его я взял в приемыше и хотел сделать из него человека. Господи, хоть бы мне дали мешок, куда сунуть голову от стыда. Но потом он вдруг опомнился, упал на колени и, пока король пожимал ему руки, клялся в верности и благодарил за пожалованные ему титулы и поместья. Затем встал и почтительно отошел в сторону, все смотрели на него с любопытством, а многие с завистью. В это время король увидел сэра Гюи, сверкнув глазами, гневно воскликнул. Лишить этого разбойника его ложного титула и украденных им поместья и, заключить подстражу впредь до моих распоряжений. Бывшего сэра Гюи увели. Теперь поднялась суета в другом конце зала, толпа расступилась, и между двух живых стен прошел Том Кенти, причудливо, но богато одетый и предшествуемый камерлакеем. Том приблизился к королю и опустился на одно колено. Я узнал, сказал король, обо всем, что ты сделал в эти несколько недель, и очень доволен тобою. Ты управлял моим государством с царственной кротостью и милосердием. Ты, кажется, нашел свою мать и сестру. Прекрасно. Мы позаботимся о них. А отца твоего вздернут на виселицу, если ты пожелаешь этого и если позволит закон. Знайте вы все, кто слышит меня, что отныне мальчики, воспитывающиеся в Христовой обители на королевский счет, будут получать не только телесную, но и умственную и духовную пищу. Этот мальчик будет жить там и займет почетное место среди воспитателей, а так как он был королем, то ему подобает особый почет, заметьте его одежду, она присвоена ему одному, и никто не смеет носить точно такую же. По этой одежде все будут узнавать его и, помятуя, что одно время он был королем, будут оказывать ему подобающие почести. Он находится под особой защитой и покровительством короны, и да будет всем известно, что ему даруется почетный титул королевского воспитанника. Счастливый и гордый Том Кенти поднялся с колен и поцеловал руку короля, ему позволено было удалиться. Не теряя времени, он помчался к своей матери, чтобы рассказать ей и сестрам все, что случилось, и поделиться с ними своей радостью. Заключение Правосудие и возмездие Когда все тайны разъяснились, Гю Гиндон признался, что жена его отреклась от Майлса по его приказанию. Сначала он угрожал ей, что, если она не отречется от Майлса Гиндона, ей придется расстаться с жизнью, она ответила, что не дорожит своей жизнью и останется верной Майлсу, тогда муж сказал, что ее пощадят, но Майлес будет убит. И она дала слово, и сдержала его. Гю не преследовали за эти угрозы и за присвоение имущества и титула брата, так как Майлес и Эдит не хотели давать показания против него, да и вообще жене запрещено давать показания против мужа. Гю бросил жену и уехал на континент, где вскоре умер, а Майлес, граф Кенский, женился на его вдове. Когда они впервые посетили Гиндон-Холл, вся округа ликовала и праздновала. Об отце Тома Кенти так больше и не слыхали. Король отыскал фермера, которого заклеймили и продали в рабство, заставил его бросить преступную шайку и дал ему возможность жить безбедно. Он также освободил из тюрьмы старого законника и снял с него штраф. Он пристроил дочерей двух баптисток, которых на его глазах сожгли на костре, и строго наказал того чиновника, который незаслуженно велел избить плетьми Майлса Гиндона. Он спас от виселицы подмастерья, который был осужден за то, что поймал заблудившегося сокола, спас женщину, укравшую кусок сукна у ткача, но уже не успел спасти человека, осужденного на смерть за охоту на оленя в Королевском парке. Он оказывал постоянное благоволение судье, сжалившемуся над ним, когда его обвинили в краже поросенка, и с истинным удовольствием видел, как этот судья мало-помалу приобретал всеобщее уважение и сделался известным и почтенным человеком. До конца дней король любил рассказы, вать историю своих былых приключений, начиная с той минуты, когда часовой прогнал его от дворцовых ворот, и кончая ночью, когда он искусно вмешался в толпу рабочих, украшавших аббатство, проскользнул в собор, спрятался в гробнице исповедника и уснул так крепко, что на следующее утро чуть не проспал коронацию. Он говорил, что частые повторения этого драгоценного урока укрепляют его в намерении извлечь из него пользу для своего народа и что, пока жив, он будет рассказывать эту историю, оживляя в своей памяти скорбные впечатления и укрепляя в своем сердце ростки сострадания. Майлэст Гиндон и Том Кенте во все его краткое царствование оставались его любимцами и искренне оплакивали его, когда он умер. Добрый граф Кентский был достаточно благоразумен и не слишком злоупотреблял своей особой привилегией, но все же он воспользовался ею дважды, кроме того случая, который нам известен, один раз, при восшествии на престол королевы Марии, и другой, при восшествии на престол королевы Елизаветы. Один из его потомков воспользовался той же привилегией при восшествии на престол Иакова-1. Прежде чем этой привилегией собрался воспользоваться его сын, прошло около четверти века и привилегия Кентов была забыта большинством придворных, так что когда в один прекрасный день тогдашний Кент позволил себе сесть в присутствии Карла-1, поднялся страшный переполох. Но дело скоро объяснилось, и привилегия была подтверждена. Последний из графов Кента впал в гражданских войнах времен Английской революции, сражаясь за короля, и с его смертью кончилась эта странная привилегия. Том Кенте дожил до глубокой старости, он был красивый седовласый старик величавой и кроткой наружности. Все искренне уважали его и оказывали почет его странной, особой одежде, которая напоминала о том, что в свое время он сидел на престоле. При его появлении все расступались, давали ему дорогу и шептали друг другу. «Сними шляпу, это королевский воз. Питанник». И все кланетелись ему, а он в ответ ласково улыбался, и эту улыбку ценили высоко, ибо во время описанных здесь событий он вел себя с таким благородством. Да, король Эдуард VI жил недолго, бедный мальчик, но он достойно прожил свои годы. Не раз, когда какой-нибудь важный сановник, какой-нибудь раззолоченный вассал короны упрекал его в излишней снисходительности или доказывал, что тот или другой закон, который хотел он смягчить, и без того достаточно мягок и не причиняет никому чрезмерных стеснений и мук, юный король устремлял на него свои большие, красноречивые, полные грустного сострадания глаза и говорил. «Что ты знаешь об угнетениях и муках? Об этом знаю я, знает мой народ, но не ты. По тем жестоким временам царствования Эдуарда VI было на редкость мило, сирдным и кротким. И теперь, расставаясь с ним, попытаемся сохранить о нем добрую память.